Добрый вечер! Добрый вечер! Это программа «Черное зеркало» и я, ее ведущий Евгений Киселев. Мы начинаем очередной наш выпуск. У нас здесь в студии, как всегда, молодая и очень активная аудитория. Давайте еще раз поприветствуем всех, кто смотрит нас сегодня. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо. Каждой политической партии, каждой силы, которая принимает участие в борьбе за места в новом парламенте, говорит о том, что ему дорого. Но в результате, я надеюсь, что сегодня у нас опять получится разговор о том, что происходит в стране и вокруг нее, и что ждет нас в будущем. Мне хотелось бы на самом деле продолжить тот разговор, который у нас был в прошлый раз. Но прежде я должен сказать, что у нас еще сегодня будет и разговор с Вашингтонским обкомом. У нас будет и традиционный мультфильм на этот раз, сценарий его написала Ирена Карпа, она в прошлый раз была здесь в студии, сегодня она вот таким образом принимает участие в программе. У нас сегодня рекордное число гостей, я уточнил, не считая Вашего покорного слуги, у нас сегодня 19 человек здесь в студии. Поэтому сразу прошу всех быть предельно краткими. У нас всего 45-45 минут. Вот в уме поделите, сколько на одного человека остается, если все будут говорить поровну. Поэтому извините заранее, если буду прерывать. Ну и, собственно, как говорится, поехали. Я бы с чего начал? Я бы начал с того, что вот сегодня, в продолжении разговора о тех реформах, которые есть, о которых нет. Разговор, который был неделю назад. Вот сегодня была интереснейшая встреча, на мой взгляд, встреча президента и премьер-министра Арсения Юценюка с представителями крупных западных компаний, которые работают в Украине, с инвесторами. И вот у меня лично было такое ощущение, что как она прошла, эта встреча была для президента и премьеры, было в каком-то смысле даже неожиданно. Потому что разговор, как я понял, получился достаточно эмоциональный и очень критический. Представители инвесторов говорили о том, что по-прежнему реформы идут медленно, что процветает рейдерство, коррупция, бюрократическая волокита, зарегулированность экономики. Ну, то есть государство излишне много вмешивается в экономику, что нужно все это преодолеть. Вот мы об этом говорили, мы говорили о том, что, наверное, очень важное для реформ это смена бюрократического аппарата, реформа государственного аппарата, уход старых людей и приход новых. Подписанный президентом закон о люстрации, наверное, это важный шаг в этом направлении. Об этом, в частности, у нас говорил Денис Бродский, который пытался в этом правительстве заниматься административной реформой, но вынужден был уйти. И вот на этой неделе еще одна потеря в составе правительства, отстранен от своих обязанностей министра здравоохранения, который здесь у нас присутствует, между прочим, Олег Степанович Муси. В отставку он не ушел, но от обязанностей своих временно отстранен. Я правильно излагаю, Олег Степанович? Абсолютно правильно вы говорите. Что случилось? Сталося, насправді, те, что сталося с паном Денисом Бродским, что эти представники Майдану, которые были призначены не за партийными квотами, которые были независимыми от политиков, потихоньку усуваются из уряда, который, на больший жаль, остается продолжением режима Януковича. Вот так вот круто. А вот так вот круто. Нынешний уряд продолжение режима Януковича. У меня не было никаких политических обязанностей ни перед руководством Уряда, ни перед Верховной Радой. И за 7 месяцев моей работы я увидел, насправді, что эти надеи, которые были у народа на Майдане, они пытаются снова поплюшиться теми представниками квотными, которых мне заслали из Уряда и Верховной Рады. Конкретно можете сказать? Абсолютно конкретно, я это и скажу. Насправді, все мы боролися против института смотрящих. Это было наиболее, что можно было себе уявить. Саша Стоматолог и компания. Натомисть в Министерстве охороны здоровья за квотой Народного фронта, или теперешнего фронта с Минцем, Народного фронта и наоборот, был призначен некто пан Мартиненко, известный всем народный депутат, который пытался и переконал меня в щирости своего ставленника, пана Салютина, моего первого заступника, как высокого профессионала, вот он будет у вас работать, очень достойная, хорошая людина. Ну я с доверой ставлюсь аж до людей, безумовно. Так как на Майдане мы верили усім, так само и в уряді новому, ну почему же не верите? И насправді, те все корупционные схемы с тендерами, которые были оставлены предоставленными Багатарьовой, Багачовой и компании, они все, пан Салютин, пытались втелить в життя. Именно поэтому моя борьба системная против корупции, против тендерной мафии, против фармацевтической мафии, и не дала возможности втелить... То есть проиграли, получается, что вы проиграли, раз вас отстранили? Ну, пока что не проиграли, потому что моё отстрадание абсолютно противозаконное. Такого в законодательстве членом не предбачено. И, соответственно, я не залишу свою борьбу дальше с мафией, с псевдонародным фронтом, который под выглядом ловка в овечьей шкуре дальше пытается пройти в Верховную Раду. И залишить с собой, затягнуть далее. Яценюки и Мартининки, и компания Салютини должны пойти все-таки наконец-то в небуття. И я сделаю и докладу всех усилий, чтобы эта вся мафия залишилась в минулому и в небутті. Конечно. А вот я не понял. Александр Владимирович, Александр Владимирович, вы так вот сидели, кивали. Я понимаю, что вы согласны с тем, что говорите? Я согласна с тем, что он не продолжил еще. Мы говорили между собой при встрече, что один человек, которому мы вместе снимали два месяца, господин Соловьев, который возглавлял комиссию по ликинспекции, ну, то есть он контролировал лекарства, один из ведущих коррупционеров и мерзавцев, сегодня я только узнал, что он в отставке, он появился в министерстве, исполняющего обязанности через 10 минут. Для меня это, ну, достаточно опасный сигнал. Евгений, я хочу в первую очередь сказать вам спасибо, что вы продолжаете ту тему, которая была в прошлый раз, потому что вот во все эти... Да вы как бы не договорили, у меня такое ощущение осталось. Абсолютно, да, абсолютно, правда. И это самое главное, что люди сейчас ожидают, потому что вот все выборы, борьба, там эти собачьи бои, они не могут понять, что такое реформа и чего ожидать. И, знаете, мне кажется, они начинают понимать, чем меньше денег они могут снять в банкомате, чем чаще им задерживают зарплату, Вы знаете, многие, поверьте мне, они уже не знают, что такое банкомат. Слушай, но то, что цены растут, все видят. Это правда. Растут цены, и все ожидают тарифы. Вот мы хотим продолжить дальше за реформы. Абсолютно господин Бродский правильно сказал, только вы это ухватили, мы не развили. И мы с ним сейчас продолжили этот разговор. Это не основная реформа смена кадров. Мы видели с вами не раз смену кадров, когда приходила молодая команда у Черновецкого, и мы видели это, приходили наглые, взорвавшиеся абсолютно люди. Вопрос стоит в другом. Подбор кадров. Главная, основная реформа, это люстрация и борьба с коррупцией. И тогда любой человек, пришедший в год в службу, он идет под... Во-первых, он проходит чистку, а потом находится под постоянным контролем. Вот это я взяла реформы, которые презентовал президент. Это не реформы. Это лист объявлений. Вот дальше... Господа, вы руки не поднимайте, коллеги. Если это перевернуть король голый... Я за 20 лет политики... Знаете, сколько видела вот таких вот объявлений? Вопрос заключается в том, даю вам абсолютную... Вот абсолютную аксиому. Реформу можно провести, когда есть политическая воля. Александра, у меня к вам сразу есть просьба. Вы говорите, что вы 20 лет... Нет, я говорю о реформах. Я говорю о реформах. Александра, все-таки давайте не уходить от истории господина Мурселя. Это хороший пример назвать конкретные имена, фамилии, виноваты... Нет, нет, я абсолютно против того, что президент подает план реформ. У нас с вами парламентско-президентская республика. У нас не может... Я хочу сказать, господин Мирный, нельзя, если это не есть сердцем и душой правительства и не отработано с парламентом, это есть филькина грамота. Мы должны с вами говорить только об одном. Если вы посмотрите порядок Денны на вторник, куда нас собирают на мне очередную сессию, вы просто ужаснетесь. Нам сразу в порядок Денны ставят два законопроекта, которые отрицают один другой, а потом скажут, что плохая Верховная Рада. Один вновь... Мы ушли от того разговора. У нас это реформа. Реформа. А вот те фамилии, которые называл господин Муси, вы подтверждаете то, что... Я не знаю этой темы, я знаю, что с ним боролась вместе с Соловьевым. Вы не знаете этих людей? Я не знаю эту тему. Она тоже сидела, говорит, что держала. А дозвольте еще одно прозвище. Дозвольте еще одно прозвище. Той самый Народный фронт и Соловьев, я с ним боролся системно, все про это знают. Шесть практически месяцев, допустим, его не забыли. Месяц и боролись. Так вот, министр юстиции Петренко является лучшим другом и тем человеком, которая защищала Соловьева и сделала все для того, чтобы Соловьев остался на своей посадке. Господин Загарев стоит в списке Порошенко, который фирма Дарниса. Это третья составляющая господина Соловьева. Это система мафии, которая и не планует сделать никакой реальной реформы. Пане Олегове, вот, вспомните историю, когда формировался уряд. Те партии, которые формировали уряд, заткнули гуманитарные министерства висуванцевый Майдан. Заткнули. Завели на мінное поле, понимая прекрасно, что финансировать гуманитарные министерства никто не собирается. Обрезали бюджет. А можно я скажу, что часть коалиции, колишней коалиции, которая подтверждала, голосовала за этот уряд, так же, как Батьковщина, так же, как Свобода, Удар так же голосовал за этот уряд. Жодного представника серед членов уряда от фракции Удар, от партии Удар Віталія Кличка немає. Разом с тем, разом с тем, я хочу сказать, мне очень сложно говорить, когда нет поваги один к другу. Когда не поважают себя люди в этой студии, не могут ждать от этих людей поваги до других людей. У меня это однозначно разумеется. Я хочу закинчить все тежи. Спасибо большое. Я хочу закинчить все тежи. Это, понимаете, я так с вами буду себя поводить, только тут, обещаю. Но я хочу сказать, правда, представников Удару немає в уряде, но можно сказать, что представник Удару это генеральный прокурор. У заступника, ну, того, что его представитель, представляет президент. А я все. Ну, да. И заступник генерального прокурора мает 140 гектарей земли. От, багато, чемало, 140 гектарей земли. Это ревно на 2 гектари больше, чем было у Януковича в Межигирье. Поэтому это вопрос. А князь в Монако сколько гектарей? А князь в Монако сколько гектарей? Я могу сказать, что сейчас происходит? У меня есть большая количество вопросов о том, как работают разные абсолютно частины урядовой команды, разные министерства. Разом с тем, сегодня у нас 23 дней до выборов. Для нас важно сегодня, чтобы мы не чубилися между собой о те демократичные силы, которые стояли на Майдане вместе с людьми. Чтобы мы не чубилися между собой, а еще мы за правду замалчилися. Да? Просто мы не чубилися. На сегодняшний момент. Вы не чубите, мы просто правду замалчилися. Я не хочу политических сил. Разом с тем, я хочу не задать. Все хорошо, не все, и в этом роде. Давайте по одному, пожалуйста, все же. Давайте по одному, пожалуйста. Пожалуйста. Давайте. Выпишись. 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 Треба звукати до громадьяльского контроля. Вас будут сказывать на месте. Читовый наш, и то еще что-то. Громадьяны будут вас чубить. И вы будете змучены чубить один одного, только бы выиграть еще несколько голосов. И все идет нам на поле, что громадьян на месте. И все идет нам на месте. Господа, не в парламенте. Секунду, тишины. Александр Владимирович, у вас было уже достаточно времени. Извините. Я хочу сказать, что чем меньше будут чубить себя на уровне политических партий, тем больше будут чубить себя в кулуарах, коридорах, кабинетах. Абсолютно. Так? Что так? По-друге. По-друге. Оксана, есть нормальная конкуренция в бизнесе, есть нормальная конкуренция в политике, она может быть. Она может быть. Если мы обговорим вопрос, то мы обговорим вопрос. По-друге. 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 Проблема не в людях. Еще раз скажу, проблема не в людях. Дивите, сколько меняется людей, сколько через владу приходится людей, а система завершается. Почему? Потому что політики одинаковые никогда не играют роли. Если вы пришли с Майдана, то нужно, чтобы за вами была поддержка. Потому что министр политик, министр политика, а не чиновник. Первое. Что у нас? С одного боку, панели мурицей, послушайте, потому что с одного боку у нас партийное котирование и шматует уряд по каким-то непрозорным схемам. Это первое. А по-друге, с другого боку, у нас нет державного парада, потому что все замминистри, министри, заступники министров, департаменты, политики. Это политические кланы. Это политические кланы. Поэтому нужно не подбирать... И не кемственности. Александра Владимировна, послушайте, тема, яка дозволяє довести будь-кого, з будь-якого державного парада, служба, так воно працює. Державний секретарь, министративно. Слушайте, Володя, тому, 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 дайте закінчити думку, не перебивайте, тому що ми ніколи не почуваємо нікого. Тому потрібно створити державну службу, екзамени, конкурси, постійно. Де створити? Де створити? Де? 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 Тому, у нас не будет, якщо, якщо не будет... Послушайте, я тебе потом golden. Тому. Первая реформа. Это политическая, партийная, реформа Держслужбы, административная, административная реформа. Это реальная реформа. И потом все реформы. Сколько вы хотите? 20, 30, 60, 70 на 120. Я хочу сказать, что надо делать то, что сказал украинский народ. Треба провести люстрацию против тех политиков, которых мы на Майдане привели в влагу. Я сейчас скажу, мы в влагу. Треба, чтобы любая посовпала в тот момент, когда будут все депутаты, которые уже были при влаге. Я хочу сказать, что сегодня, так думает украинский народ, я приехал как кандидат мажоритарных, с выборов из ротинарных. Начинай с опиатом. Но люди сегодня говорят, вы достали, я вас привел до влады. Я вас дам, я вас дам. Вы достали в 10 раз больше. Ваши вскрыт смотрящие, не в земельных ресурсах, не в республике. Разумеется, с эдотиста, я не знаю, либо я спрошу. Прости на кужель, чтобы вместе твои придут ко мне навстречу. Легко перейти на ты. Сразу вспоминается Жванецкий. Легко перейти на ты. Взять за пуговицу, сказать, не твоего собачьего ума это дело. Не в зависимости, когда ты был. А являешься ли ты профессионалом, есть ли тебе людям, что сказать. Я приеду на твой округ, на ваш округ. Скоро у нас будут, знаете, скоро у нас на политике будут обираты. За криком голоса. Это новгородская демократия вычувает. А кто больше крикнет, это мужики горлопаны, не горлопанки. У меня кращий голос на горлопанки. Это где было, напомните, Вадим Юрьевич? Новгородская вечер, мужики горлопаны были. Не только, это еще по-будрости было, еще раньше. Еще раньше может быть. Но мы все же ушли. Мы ушли от этого обсуждения. А не правы, что мне нужно хватать, как менять Украину? Да, вот так закричите. Смотрите, мы снова занимаемся горлопанством. У нас есть человек, который обменяет конкретно президента. Послушаем слово, у кого посильнее голос будет, я думаю. Давайте так, давайте не Ляшками мірять, а давайте розумом мірять, с совестью мірять. Если мы сейчас будем разговаривать по принципу, кто голоснейше крикнет, я хочу тогда вам, как представнику радикальной партии, задать вопрос. А почему Ляшко не голосовал за иллюстрацию? Почему за него голосовала сусідка депутата? Я прошу прощения, у нас на краю сейчас будет наступно, сейчас легко, все по мере вас присутствуют. Если вы голосовали 100% за иллюстрацию, это свободна, радикально, нуль. Вот это ваши иллюстрации. Я не голосовал за открытие реестра нерухомого майна. Не голосовал, хотя был в парламенте в тот день. Сегодня президент подписал закон про иллюстрацию. Сегодня мы говорим про то, что система влады должна меняться, начиная с тех людей, которые были в владе, и которые будут. Это часть номер раз. Это закон по иллюстрации. Это закон по иллюстрации. Это президент должен начать с тех, кого он призначил. Это не решение для всего. Но это не решение головою фонду гарантирования вкладов своего человека Богдана. Вам не надоели, ваши хозяева? Надоели. Можно просто иллюстрацию? Вам не надоели, ваши хозяева? А самое главное, вам не надоели, ваши избиратели? Сегодня у телевизоров сидят ваши избиратели. Их избиратели. А когда три человека начинают говорить одновременно, поверьте мне, в эфире не слышно ничего. Знаете, что делает избиратель, сидящий у телевизора? Переключается. Поэтому, когда вы, Александр Владимирович, я прежде всего к вам обращаюсь. Потому что вы, самое главное сегодня у нас возбудительница. Да, самая активная. Вот вы больше всего сейчас подрываете ваши электоральные позиции. Извините меня. Нет, я их укрепляю. Давайте помирим всех ляшками. У нас профессия Олег Ляшко. Да, мы сейчас ляшками помирим. Пожалуйста, тишина. Денис, я вам дару слово сразу, обещаю. Сразу же после того, как мы с господином Ляшко поговорим. Он у нас находится где-то в районе, где идут боевые действия, несмотря на то, что у нас перемирие. Здравствуйте. Ну, понятно, что у нас перемирие такое. Лучше хочется уточнить где-то самое. Боляшко, Викторий, Рисковский, Викторий, 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 Викторий. Давайте не будем подвергать его риску. Тем не менее, как бы мы с нему не относились. Такий эротик, и невидомо, где он вы сейчас. Ну, просто... Так, друзья, у нас связь не резиновая. Давайте все же мы пообщаемся с Олегом, а потом уже будем шутить по этому поводу. Он находится в зоне АТО. Ну, где у нас перемирие? Перемирие такое. Вот знаете, я люблю статистику, знаете ли. Очень хорошая, интересная вещь статистика. Вот сегодня сообщалось, что со ссылкой на представителя СНБО, что тысячу раз нарушали режим прекращения огня с того момента, как он был объявлен. Это получается, что в среднем режим прекращения огня происходил, нарушался там больше тридцати раз в день. Вот такое у нас перемирие. Тридцать раз в день, это практически постоянно. Ну, давайте все же уже пообщаемся с Лешко. Олег, здравствуйте. Я надеюсь, вы нас слышите. Здесь все интересуются, где конкретно вы находитесь. Можете дать ответ. Ну, и второй вопрос. Как относятся жители Востока, которые сейчас особенно в оккупированных территориях, вы навряд ли знаете, но в неоккупированных территориях, к тому, что происходит в Киеве в политику? Прошу. К боям политических, как относятся те, кто видят бои на Востоке. Да, добрый вечер, шановна студия. Вы знаете, я, коллеги, слушаю, вот сейчас, колька хвилинки собачьи бои, которые в Востоке, то я вам скажу, что тут на Донбассе, где идет реальная война, все-таки спокойнее, чем в вашем гадюшнике. Теперь, где я находлюсь? Я находлюсь на Донбассе, в зоне проведения антитеррористической операции. Место, конечно, говорить не буду с метою безопасности и властей, и тех людей, которые рядом со мной. Но могу сказать, что, на самом деле, никакого мира сегодня на Донбассе нет. Иде война. Вокрема, сегодня десь близко пятая. На одном из блокпостей, между Лисичанским и Первомайском, обстреляли из градов. Нас, меня и группу моих коллег, с которыми мы приехали на встречу с дейцами Збройных сил, батальону Айдар, батальону... А кто обстрелял? Как вы думаете? Есть информация об этом? Стреляли из российских градов. И разведники зловили наводчика, который коригировал этот огонь. Я думаю, что они, очевидно, не знали, что мы будем на том блокпосте. Но наведнику было данное завдание наводить именно на этот блокпост. Я думаю, что это уникальный, я думаю, и выпадок. Да, вот это наведник. Представьте себе, расскажите людям, у вас вся страна, кто вы из Вики? Демокрик, Сависий Васильевич. Сильнейше говори. В Луганской области, города Рубежные. Чем занимался? Где тебя взяли? Взял после Первомайска. Чем ты занимался? Я был корректировщиком. Корректировщиком чего? Градов. Градов. Что ты сегодня делал? Я получил приказ корректировать огонь. Олег, у меня, если можно, другой вопрос. Сколько раз вы сегодня выстрелили по блокпосту? Сколько раз вы сегодня выстрелили по блокпосту? 20 раз. Пытается ведущий, какая света, можете ли вы работать? Расскажите, где вас учили корректирование? Меня учили в Российской Федерации. Где? ФСБ в Подмосковье. Сколько часов вы там провели? Я три месяца там обучался. Он три месяца обучался в Подмосковье на базе ФСБ. Отримает полторы тысячи долларов зарплаты в месяц за корректирование. На его совести много убитых украинских граждан. Потому что он наводил гради, наводил минометы. Хорошо, Олег, спросите, пожалуйста, этого человека. Просто кратко, пусть он расскажет, как выглядит корректировка огня. Несколько пунктов, что он конкретно делает. Расскажите, как выглядят корректирования. Расскажите, что конкретно вы делаете, в чем полягае корректирование огня. Я вижу издалека блокпост. Говорю туда командиру. По телефону или как вы это делаете? Да, по телефону. Один выстрел, он стреляет. Я ему подсказываю. Левее, правее, дальше ближе. То есть, чтобы попасть в цель. Сколько разов вы это делали? Сколько месяцев вы служите в этой ЛНР? Два месяца. Два месяца. Сколько денег за этот час вы отримали? Здесь у нас очень активно... Да, Борислав. Господи, давайте мы не будем конкретировать происходящее. К нам присоединился Борислав Береза. Я с тем обделываю. Дадим ему слово. Минуточку. Оксана, у Борислава есть вопрос на сколько-то? Секундочку. Я прошу, можно тишину? Понимаете, как бы мы не относились к тому, что мы видим на экране, Я очень прошу, скажи, чтобы мы не склали зброю. Если есть вопрос к господину Лешко или к человеку, которого он подвел к камере, пожалуйста, по очереди, можно? Борислав Береза хотелось бы спросить. Добрый день всем. Да. Я не знаю, честно говоря, кто этот человек. Я никогда не видел так близко российского корректировщика, пойманного в каких-то необычных условиях. Но самое главное, все, что я могу сказать... Артем. Ну да, Борислав, я решил, конечно, не походить, но мы тоже мало, кто знает, как выглядят корректировщики. Я, конечно, вряд ли. Давайте реально говорить. Человек, слушайте, я не знаю, может он и правда русский наемник, может он еще где-то привезен откуда-то, может он сумасшедший полуумный, которого вы нашли. Все может быть, в этой жизни может быть все, что угодно. У меня только один вопрос. А он уже не хочет это слушать. Восстановите связь, пожалуйста, если можно. Связь восстановите, пожалуйста. У меня был только один вопрос. Ну, давайте честно. Ощущение о том, что человека поймали в прямом эфире допрос... Мы уже когда-то видели допрос в полуголом виде в автобусе. Теперь в одетом виде, но не в автобусе. Давайте из-за ины не делать шоу. Давайте, да. Давайте, да. Давайте. Если серьезно, если серьезно, сегодня ночью до меня дозвонился действительно один журналист. Из-за дебильного графика предвыборной гонки, я реально ложусь спать достаточно поздно. Он дозвонился и говорит, Береза, есть информация, Донецкий аэропорт взят. Я дозвонился и выяснил. Ухо от селедки взяли россияне, а не Донецкий аэропорт. Когда они рассказывают сказки, они хотят себя взбодрить. И давайте не будем делать шоу из войны. Там реально герои сейчас защищают Украину. Поэтому честь и хвала этим людям. Поклон стоят патриотам, которые действительно выполняют. И хотя за глаза мы их называем киборги, они люди действительно из плоти и крови. Юра Бирюков сегодня позвонил, сказал, что там уж идет небольшая ротация. 93-ю меняет на 79-ю. Там пацаны из правого сектора, там добровольцы. Там люди, которые жертвенно, жертвенно, без статуса достаточно многие из них. Да, защищают Украину. Слава Украине! Слава Германии! Так, что мы делаем с подключением? Если есть вопросы у кого-то или у кого-то? У меня есть вопрос. Точнее вопрос, который сегодня уже здесь звучал. Я хотел бы переадресовать вопрос одного из наших гостей, а именно депутата... Мирный. Олег, простите, депутата Мирного, да? Александра Мирного. Извините, у меня просто здесь... Много нас. Слишком много вас. Я, извините, путаюсь в списке. Так вот, Александр Мирный спросил сегодня, пока вас еще не было на включении. Скажите, пожалуйста, Олег, правда ли, что вы не голосовали за закон о люстрации? И если это правда, то почему? Это вопрос Олегу Лешко. Олег Лешко, вы слышите меня? Вы меня не слышите? Слышим, более того, мы вопрос задаем. Я вас слышу, а вы меня слышите? Да, да, да. Алло? Слушаем. Слушаем, слушаем. Значит, в той, что касается вопроса Мирного. Правда, меня тогда в парламенте не было, но нужно для объективности сказать, что и порядку денному не стояло вопрос о люстрации. Оно выгулькнуло несподівано, десь близко пятого вечера. Я в этот час поехал на эфир Радіоэра. Когда я узнал, что стоят вопросы о люстрации, я позвонил своей соседине Анжели Лабунской и попросил Анжела, надзвичайно важное вопрос о люстрации, пожалуйста, проголосуй за меня. Так Мирный, как раз и не дал возможности Анжели проголосовать, выдернувши мою карточку. А сегодня свердишь, что я голосовал. Я считаю, что заради люстрации можно было бы и кнопкодавцем заниматься голосовать моёю карточкой, потому что как раз одного голоса и не хватало. Так что мы под закон под питанием? Винилья шкафа, закон под питанием. Так я не понял, а почему вам не нравится, что голос засчитали? Реально радикально партия проводит люстрации. Не говорит так, как они, балаболят і смеються. А вы реально приходите. Что вас не устраивает? Получаєте, за... Вы читали голос? Народ Украины! Народ Украины! Давайте так. Знаете, я... Ну, извините, воно звучит достаточно грубо. Або вы... Або вы хотите... Або вы хотите... А если мы требуем персонального голосования, мы голосуем персонально. Не зважаючи на те, что нужны законы, не нужны. Вот свободы дает 100% голосов. Поэтому все люди в парламенте, все люди выполняют свою работу. А если мы будем сами, сами, подкреслюю, вирішивать, за какие законы хорошие, мы будем голосовать карточками соседа, а за какие поганые мы не будем давать голосовать другим людям, то, извините, тогда страны не будет. Я вас запекаю не спекулювать на законе про иллюстрацию. Не спекулюйте на ньому, потому что он абсолютно фальшивый закон. Все истории с его подписанием и с подальшим введением действий, а потому что этот закон, он даже не прошел экспертизу Конституционного суду. И сейчас он пишет, что не все, не все, но это количество обмежений прав Конституционных. Потому что давайте не будем перебивать. Давайте хоть какой-то конституционный суд, в котором из 16 человек, 10 люди Януковича, которые фактически дали ему мандат на власть, проголосовали, сказали, что этот закон законен, вы не говорите о том, что это абсолютно рекламный закон, это политикологический закон. Это политикологический закон. Господи, давайте... Я хочу не буду диеты. Я хочу не буду диеты. Это ширма насправденье. Это ширма, не буду диеты. Дорогие гости, еще раз позвольте... И вас, 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 в порядку. В порядку. Слушай, нам скоро придется сюда каких-то судебных, не судебных приставов, а специальных студийных приставов приглашать, чтобы отдельных буйных выводили. А вы предлагаете... У нас есть люди, у нас есть люди, у нас есть люди, которые умеют работать. Ну, что, с кому-то, с оружием? Не могут быть без оружия, без оружия. Хорошо, господа, я хотел бы поблагодарить Олега Лешкова. Олег, спасибо. Олег, спасибо, мы вас отпускаем. Евгений Лешкович, я могу на закінчение сказать два слова, будь ласка. Два слова можете. Я хочу вернуться до всех политиков в студии, которые очень героично рассказывают, где там Ляшко. Приедете на Донбасс и посмотрите, где Ляшко. А не сидите паразиты в мягких креслах, как собаки, грезете там между собой, вместо того, чтобы защищать страну и защищать Донбасс. Спасибо, спасибо. Всего доброго. Спасибо, господа режиссеры. Евгений, давайте немного расширим круг участников. Давайте, конечно, я просто слово здесь дам. Потрапляю под люстракой. Наташа. Вот, человек голубы вашей партии, бовин, бовин, бову табачных азамов. Нет, абсолютно правильно. Давайте послушаем еще одного гостя нашей программы, пожалуйста. Наташа, давайте того, у кого нет микрофона постоянного, пожалуйста. Дуже дякую. Мені дуже важко конкурувати з такими голосними спікерами. Я спробую. Тобто, дійсно, давайте не спокулювати. Можете ви будете представлятися? Простите, ради Бога. Мене звать Альона Шкрум. Я юрист-міжнародник. І я зараз кандидатом в народній депутата від Патті Батьківщина. Пятый номер швизг, если я память не изменяет. Так, ви правильно пам'ятаєте. Давайте дійсно не спокулювати на законі про ілюстрацію. Я як юрист, у мене одне запитання. А що, до цього не було можливості без цього закону нічого зробити? До цього у президента і генерального прокурора немає можливості посадити людей, які голосували до закону 16 січня? Так, жодна людина не сидить зараз. Закон про ілюстрацію в понеділок голосує Верховна Рада, а у вівторок президент подає на губернатора Кіровоградської області регіонала. Вибачте, а у списку президентської партії ми бачимо людину, яка голосувала за закони 16 січня. А ще у списку я спеціально принесла цікаву статтю. Українська правда написала діти, які йдуть зараз в політику. Алена, а вашим списком, я сразу уточнюю, ви не видите людей, которых нужно было бы ілюстрировать? А в списке всіх партий, которые все уверены, що у вас нет людей, которых нужно ілюстрировать на сегодняшній день. Даже если проверить вашу ритаху, а вы не проверите вашу ритаху, ми навіть питаєте. У нас немає зроблення, в ритаху не полна. Оксана, Оксана, ви просили вас уважати, коли говорите ви. Покажите пример, пожалуйста. Дякую, дякую, пані Оксана. У нас немає жодного людини, ви це побачите на сайті Чесно, яка голосувала за закони 16 січня. У нас немає жодного людини з конфликтом інтерресів. У нас немає дітей народних депутатів колишніх, які йдуть у владу. І для мене, як для молодої людини, шок, що, наприклад, син президента, зараз балотується за мажоритарним округом. Чесно, просто шок. Я думала, не очевидно. Все понятно? Ну просто батьківщина привела к вас і все, хто сейчас идет по спецтам Турчинова. Ясенюка. Все слишком запутано, поверьте мне. На вулиці чей Турчинов, чей сьогодні Ясенюк, чей Мартиненко, вибача всі, чоловіки контролюють сьогодні були. Молодой чоловік, тогда господин Порошенко, тогда господин Порошенко относиться к партии регіонів, потому що він работав при Януковичі, міністром економіки, по вашій логіки. Успокойте. У мене можу вам запросу дати? Я можу вам запросу дати? Давайте згоди Володимиром призначимо головою НАК «Нафтогаз», щоб вона відповідала за тимунішні контрактів... А ви знаєте, що таке «Нафтогаз»? Ви знаєте, що таке «Нафтогаз»? Ну один вибор, один вибор. Якщо ілюстрировать тех, кого ви хочете ілюстрировать, на выборы йти буде неким. У мене вопрос представителю... У мене вопрос перестування урагані партии. І все, кого вам назвать. А ви тільки що сказали, що у вас в списках немає ніодного корупціонера чи чоловіка, який може... Я вопрос задавав, подождіть. Я вопрос, я задаю вопрос. Я не перебивав вас. Я би хотів взаємного уваження. Якщо ви хочете прийти в парламент і там орати, то вам на базар. Якщо хочете дратися, то я можу пригласити вас в спортзал. Якщо ви хочете слушати і відповідати, то вам тут перебування. Ви репутнійтеся, будь ласка, тому що ви такі великі і хронічні. А я з вилами прийду в парламент. Прийду вики Даня. Ух ты! Представляєте, какой парламент будет! Я подививаюся, по мене поговорити. Я з вами стояв, я з вами розвежився. Це наше парламент. Це наше парламент. Я кажу, що це треба парламент. Це не шутки. Скажіть мені, будь ласка. Саме інтересно, що вас тут порадується. Так, якщо можна, давайте... Ви ще по куди ходять. Я не плююся. Я кажу, що я боже на калисний чек. Давайте все же, извините, давайте... Не, хватит я попрошу сеять, пожалуйста. А ви точно не нагадуєте калисний чек з радника українського народу? Все, ми вас услышали. Спасибо, спасибо, спасибо. Всем на твои места, пожалуйста. Я буду стоять. Пиар – это хорошо. Предвыборный пиар – это прекрасно. Но конструктива от этого больше не становится. У меня к вам вопрос. Скажите мені, пожалуйста, в данный момент ваша партия, ви уверені, що она чиста? Ми виставили цей выстав від народу юстана. Выстав, да. Збойте, я не знаю. Так, я спрашиваю. Да, да, да. Сейчас, я вас. Ув'язок? У меня вопрос. Ну все равно, давайте все успокоимся и поговорим более конструктивно. У нас є вот целий министр, который на сегодняшний день обвинил никого-нибудь, а самого премьер-министра. Этот премьер-министр, да, с этим премьер-министром работали госпожа Кужель, госпожа Продан, господин... Мы были депутатами парламента. Ему нужно иллюстрировать или нет? До какого уровня это иллюстрировать? Александр, нужно иллюстрировать или нет? Согласно закону, который вы приняли, господин Явченюк не попадает под иллюстрацию, потому что там есть абсолютно четкие пункты. В нашем списке партии есть три человека, которые согласно этого закона попадают под иллюстрацию, и они готовы идти. Несколько человек, как я, например, и Тимошенко, мы сразу объявили о том, что мы готовы, и ко мне уже приезжал иллюстрационный комитет гражданский. Александра, вы снова не отвечаете? Я ответила. Да или нет? Не попадает. Согласно закону. То, что господин Явченюк, он попадает сегодня под иллюстрацию выборов, потому что на самом деле, сегодня, я вам ответил, вся команда проведена, так же и как другие политики идут на выборы. Это иллюстрация, это выборная иллюстрация. Вас провоцируют. Смотрите, это со стороны выглядит, как театр аптунта. Я пытаюсь просто... Вы простите меня, пожалуйста. Я пытаюсь... Один ведущий разговаривается с одним кандидатом в депутаты. Двое других здесь ведут свою полемику. Кто-то пытается... Давайте, может, конструкции внести. ...свои пять копеек. Давайте. Я... Конструкции... Это не красит будущий парламент уже заранее, пока... Да, я имею в виду. Можно конструкции внести. Позвольте... Подождите, подождите. На справеднице политики... Олег, можно... Одна же одна реплика, и все. Ну, конструкции... Давайте по очереди! Одна реплика. Что до тех людей. Девушки, одна реплика. Извините, я вас должен разочаровать. Мы уходим на рекламу. Спасибо. Чем больше драк, тем меньше разговора. Спасибо за аплодисменты. Аплодисменты звучали в студии программы «Черное зеркало». Очередной выпуск, который сегодня представляет редакция подробностей. В студии программы Евгений Киселев, ее ведущие и гости, которых я буду стараться представлять, по мере того, как они будут брать слово. Хотя обычно у нас с этим некоторые проблемы, потому что слово не дают, слово берут. Иногда одновременно по три, по четыре человека, даже не дуэтом, а, знаете, квартетом таким. Я вот, знаете, расскажу вам. Я по субботам, как высплюсь после передачи, иду обычно на рынок, покупаю там всякую снеть, и там у меня своя референтная группа бабушки, которые там торгуют всякими незамысловатыми товарами аграрного хозяйства. Они всякий раз говорят, ой, пан Евгений, такая цикавая программа у вас была вчера. Но вот ничего не понятно. Ну, у нас же все говорят, и мы переключаемся. Это электорат, господа, гости дорогие, это электорат. Поэтому давайте будем не перебивать друг друга, хотя бы постараемся. Главное, чтобы интересно было. Вот украинский подход. Взагалец, она электорат, это народ. Разумите? Если бы нас не разумеет, на жаль, мы не можем объяснить. Но что я хочу сказать. Мы должны остановиться, пиариться на крови. Понимаете? Не нужно рассказывать, кто где был, кто как работал. Мы должны честно людям сейчас сказать, потому что общество разогублено. Суспелство не знает, чи ведут его куда-нибудь, чи правильно, чи неправильно. Мы должны просто начать рассказывать людям, что мы хотим, что мы предлагаем. Мы сделали только первое задание. Первое задание. Мы сделали Януковичем. Но дальше у нас есть недопущение повернения, усунение наследований. И самое главное, куда мы двигаемся. Вот что мы должны людям донести. Правильно? Пане Евгении, вам бабуси скажут. Правильно? Да. Вот я одну секундочку. Вот обещал, давно обещал, господину Бродскому дать слово. Вот господин Бродский. Сола, пожалуйста, давайте послушаем. Сола Ария, человека, который недолго поработал в правительстве и оттуда ушел. Вот почему действительно происходит такая история? Почему люди Майдана там не приживаются? Потому что у них нет обязанностей перед системами. Они заходят туда, чтобы играть за другими правилами, вести себя иначе, поддерживать иначе правил игры. А играть так одному очень сложно. И система, которая работает спольно за этими схибленными правилами, очень быстро узнает, как тебя побороть. Это, если так коротко, почему люди там не выживают. Я вас перебью на секунду. Я просто хотел спросить режиссеров, а вы можем показать результаты голосования на сайте? Мы у наших зрителей на сайте программы подробности спросили, почему люди Майдана не приживаются? Можем. Покажите, пожалуйста. Вот интересно. Вот видите, почему люди Майдана не приживаются в правительстве? Вот варианты ответов. Раздражают чиновников. Это 33%. Плохо работают 31%. Не умеют брать взятки 15%. И слишком часто жгут шины 21%. Ну, это так. Последнее, это шутки. Я возвращаю вам слово. Это все правда. Мы не любим чиновников, и мы не хочем с ними подправить. И поэтому у нас выходит не так хорошо, как могло бы выйти. Потому что у нас мало, и на кого спираться. Не можно заменить заступника, которого призначают за какими-то другими правилами гри. Но, если можно, я трешки не буду сгоден с вашей точкой зорой. Мне кажется, что эта пиар-стратегичная игра, которая сейчас началась, на виперед один-одного сейчас хочет стать первым стратегом и первым реформатором в стране, потому что 30 миллионов людей, которые будут голосовать. Правы. Это главное. Это первый знак вашей персональной иллюстрации. Спасибо. Я прошу прощения. Сейчас у нас на очереди обещанный мультфильм. Я напомню, что мультфильм написала Ирена Карпа. Подробности UA& Ирена Карпа представляют. Серия первая. Ватник обращенный. Жило было чмо. Политкоректные расшифровки. Человек морально облегченный. Извечайность беззаурядность чмо жило. Ничим особливо не цікавилось. Как хіба віджати баблішка в школе на перерві у слабшего чи за дівками в туалеті попідглядати. Цікавилося чмо мав фильм физкультурой и трудом. Та и то того, что трудовик наливав тем, кто после уроков лишался. Ничим особливо чмо не парилось, а плело себе за течею, тельман дивился, котлети дома жерло, чесало всякие зні місця через треники виросло і женитися навіть погробувало. Себто воно добре, але якось по телевізору чмо почуло, що в чоловіка, до якого себе чмо також відносило, має бути смисіл жизни. Стало шукати чмо смисіл жизни. Все дома перерило, навіть під ванною заглядувало. Нема смисла жизни. Ловеро тоді чмо під'їздить студент якогось із приїжджих. Давай його донімати. Де, сука, смисіл жизни мій? Так это ж, дяденька, абстрактне воно діло смисіл жизни, робко відвічав студент. У кожного він свій. От я щас тобі дам пі***юлей конкретних заявило чмо, інтуїтивно догадавшись про смисіл слова абстрактне. Все зразу найдеться. І тут чмо осініло. А вдруг смисіл його жизни вправду пі***ю давати. А за то, що він кожного свій студент таки лишився. Без очки віря від зуба. Бо ж кожного чмо з дитства знаєш, що виділятися нельзя. Надо бути як псі. І пішло чмо далі до свого пророка в Отечестві Тельмана. І стало в нього пялитися і правди чекати. І тут чудо сталося. Узряло чмо фільм про линю, про Білу гвардію, про Побєду, про Родину. А потім ще один, і ще і серіали. Баби були красиві, і кому попадя не давали. Мужики сильні, храбрі і теж красиві. Такі ж чмо даже живіть на секунду тягнути захотіло, а потім попустилося, звісно. В життя що? В життя все по-другому. А війна все красиво. Та спасіба дяду за Побєду і ленточка колорадська на видному місці. І розговори з пацанами за слізами на глазах в трудовій будні хезе. І опять осіннєло чмо. От і смісл жизні. Зробити так, щоб 9 мая двілося до 8 марта. Рішило до ді чмо написати письмо дяду Морозу, де просило подарків і вічний день Побєди. Тільки от письмо то через московський гладпуштам не в Лапландію попало, а до злобного Карліка. І прислав Карлік чму на його запрос не просто подарочек з Георгиєвською ленточкою, а целого Діда Мороза. Тільки бракованого якогось з чорною бородою і кавказським акцентом. А в мішку в Діда були гранати, калаши, гради і водка. Ну, водку чмо одразу випало, а на все остальное посмотріло з подозренням. І шо ж мені з усім цим ділаць? Як шо, покрутив дулому візка дід баба я в сміслі Мороз. Ти шо, не розумієш? Це ж кругом вже до Бандеровці. Вони ж серіал Мінти неукраїнський переведуть, а вмісту Кутапа з Настю дідю буде піти. Владимирський централ взагалі запритят. Ну, про те, що християнських мальчиків їстимуть і концлагеря от-от для нормальних пацанов достроять, чмо вже і не слухало. І так капець цикотно. А тут ще якраз по телевізору кримнат показували стали. Як там зілюні чоловічки котиків дітям в руки передають, бабушек через дорогу переводять і фотки колбаси по 2,20 дарять в рамочках. Вибирай, каже дід з бородою, ілі гранати в руки і лучше жить з зарплатами як на рубльовці, ілі сиди отут і жди, поки укропом заросте все і настане вам повний петлюра. Диватися бідному чому було нікуди. Хотіли вже і жени статусної блондінки, і умніта з золотой як нормальний бетонос народа. Ну і щоб учить український не заставляли. Він цього ще й у школі не любив. Так що не то, щоб і зразу, но за пару-тройку днів чмо таки побігло на якийсь там референдум голосувати за шото і тихо-тихо стало ватніком. Тільки про те, що чмо стало ватніком воно поки само не знало. Для цього ж треба було або жидобандарівські газети читати, де ватніків називали ватніками, або і мить здатність до саморефлексії і бажання самовизначитися. А тьмо таких матюків навіть не знало. І єдиний, в кого можна було про них спитати, студент у під'їзді, давно вже в проклятий Київ перевівся, біженець. Так і стало чмо жити поживати і обрело свій смисли життя. Великий і ватний, як борода діда Мороза, в якого, кстати, ватнік вірить до тепер. Продолжение следует или рубиконтинюэ. Я еще раз напомню, это был мультшиль по сценарию Ирены Карпи, которая уже не раз участвовала в наших программах. Сегодня она участвовала вот таким образом. Это только первая серия из, как я надеюсь, будет целый сериал про то, кто такие ватники, откуда они берутся, из чем их едят. Так сказать, типология ватников. Сейчас я попрошу минуточку внимания. Я все-таки хотел бы вернуться к темам более серьезным. Мы говорили в самом начале о том, что реформы буксуют. Я хотел бы вернуться опять к этой теме и вот обратить ваше внимание на какое событие. На днях канцлер Германии Ангела Меркель в публичном выступлении, говоря об Украине, я бы сказал, с нажимом некоторым, выразила надежду, что после парламентских выборов в октябре наступит этап, когда Украина сможет больше заниматься экономическими проблемами, борьбой с коррупцией, ограничением влияния олигархов. И у нас это здесь заявление вызвало там немалый резонанс, потому что многие прочитали между строк того текста, что озвучила Ангела Меркель, предупреждение. Мы обеспокоены, что реформы не идут, что нет борьбы с коррупцией, что некоторые олигархи по-прежнему влияют на правительство. И это нас очень заботит, это нас очень расстраивает, это может повлиять на наши отношения с Украиной. Вот сейчас на связи с нами, я обещал, что у нас будет Вашингтонский обком, так вот, у нас сейчас на связи из Соединенных Штатов профессор Стэнфордского университета, один из самых влиятельных в Америке специалистов по странам постсоветского пространства, Майкл Макфол. Майкл, я вас приветствую. Вот. Он много лет входил в команду президента США Барака Обамы, причем с того еще времени, когда Обама не был президентом, а лишь одним из кандидатов. Потом работал советником по России и странам СНГ в Вашингтоне, а потом стал американским послом в России до февраля этого года. Сейчас он опять в Стэнфорде, но по-прежнему считается влиятельным специалистом по всем делам связанным с Россией, с Украиной и к ему мнению по-прежнему внимательно прислушивается в Вашингтоне. Майкл, у меня к вам такой вопрос после этого предисловия. Есть ли опасность, что Запад увидев, что сама Украина, ее власть, ее правительство мало делают для того, чтобы изменить ситуацию, может отказаться от нынешней поддержки? В первую очередь я хотел бы сказать, что Запад, в том числе президент Обама и администрация президента Обама, по их мнению, я хочу подчеркнуть, по их мнению, уже сделали достаточно много для того, чтобы отреагировать на агрессию и интервенцию в России и в Украине. И уже беспрецедентным образом Соединенные Штаты ввели санкции против России. Это санкции, которые не популярны среди американских компаний и среди некоторых из наших союзников. Они считают, что они уже очень много сделали для того, чтобы помочь Украине. И сейчас, отвечая, они хотят, чтобы видеть, чтобы президент Порошенко тоже сделал свое дело. Вы правы. То, что сказала госпожа Меркель, по-моему, очень хорошо отражает мнение западных лидеров, в том числе из Вашингтона, после парламентских выборов уже не будет никаких оправданий. Необходимо будет двигаться вперед, проводить экономические реформы и бороться с коррупцией, как уже обещали. А скажите, пожалуйста, господин Макфол, вот вы в начале августа написали очень важную, на мой взгляд, статью в газете New York Times, говоря о том, что если Россия не пойдет на мирное урегулирование, то Запад должен вдвое больше помогать Украине. Вот, как Вы считаете, Ваш призыв был услышан? Достаточно ли Запад сейчас помогает Украине, или все-таки эта помощь недостаточна, как считают некоторые? Я написал эту статью, потому что в моей стране политические дискуссии шли о том, больше санкций нужно или меньше санкций нужно, и на какие компании в России должны быть направлены санкции. Но я хотел сообщить, что для того, чтобы победить Путина, необходимо, чтобы Украина преуспела. Дальше не так важно, каковы должны быть санкции. На эффект санкции идет много лет. Украина должна сама преуспеть, как рыночная экономика, как сильная страна. У европейских лидеров и американских лидеров есть много способов, которыми они могут помочь успеху Украину. Я уже впечатлен тем, что они сделали. Я впечатлен существенным пакетом, который предоставил МВФ. Это довольно отважный и очень смелый пакет, учитывая экономическую ситуацию в Украине. Я бы хотел увидеть от них продолжение поддержки, чтобы они дальше настаивали на необходимости реформ, необходимость которых очевидна всем, чтобы Украина стала успешной экономикой и демократией. Я досчитал уже три раза, что господин Макфол сегодня трижды сказал о том, что нужно самой Украине очень много сделать для того, чтобы сми реформы. Одну секунду. Один вопрос, который я хотел бы задать сам, а потом здесь есть желающие тоже с вами поговорить, Майкл, здесь у нас присутствуют в студии депутаты, общественные деятели, журналисты, но один такой простой вопрос, вы много лет прожили в общей сложности, ведь много лет прожили в России и последние там два с половиной года были послом, поэтому скажите, пожалуйста, все волнуются, что на самом деле является на ваш взгляд конечной целью российской политики по отношению к Украине, чего хочет Путин? Я должен сказать Евгений, я должен честно сказать, что я не знаю ответа на твой очень важный вопрос. У меня есть собственные теории, и, конечно, на моей предыдущей работе я взаимодействовал с президентом Путиным, с премьер-министром Путиным, я думаю, что он проверяет позиции Украины и Запада, у него есть минимальные цели и максимальные цели, минимальные цели он уже смог достичь, это ослабить украинское правительство, это остановить демократический проект в Украине и ослабить экономическую ситуацию в Украине, чтобы она стала еще хуже, и для этого он попытался как-то подорвать легитимность украинского правительства. Я надеюсь, что ему не удастся воплотить отрыв Украины от Запада, потому что это важно не только для будущего Украины, но и для будущего России важно, необходимо показать, что Украина хочет быть частью Запада, хочет быть частью демократической системы и рыночной экономики. Еще одна цель, которая у него есть, и мне она непонятна, он хочет расширить свое влияние и захватывать собственность, захватывать территорию Украины. Пока еще преждевременно говорить, но я не исключаю, что в будущем он снова к этому вернется. Господин Макфол, а можно задать вопрос уточнению? Нам с Украины кажется, что Америку сейчас больше интересует вопрос исламистов в Ираке, чем российская агрессия в самом центре Европы. Так ли это и почему? Мы на втором плане или нет? Это вопрос моего коллеги Алексея Лихмуна. Конечно, президент Обама очень сосредоточен на новой военной кампании в Ираке и Сирии. Всякий раз, как президент Обама использует вооруженные силы и использует американских солдат, там этому уделяют большее внимание. Все же я уверен, что администрация президента Обамы обладает достаточными способностями, чтобы заниматься несколькими кризисами одновременно. Я знаю, что люди в правоправительстве, есть те, кто специально занимается Европой и Украиной, это очень сильная команда. И я видел также выступление президента в Соединенных Штатах. Он назвал там несколько самых важных вызовов для мира. Первый был Эбола, второе это Исламское государство, и третье это российская агрессия в Украине. Я думаю, это совершенно четко показывает задачи внешней политики для администрации. Извините, коллеги, у нас сейчас в любой момент может прерваться, мне не хотелось бы на полусловие прощаться с господином Макфолом. Майкл, спасибо вам большое, просто время нашей трансляции подходит к концу, мы возвращаемся в студию. Я знаю, что здесь некоторые из присутствующих хотели задать вопросы, но боюсь, что просто уже не будет возможности получить ответы. Спасибо, Майкл, я надеюсь, мы увидим еще вас в наших эфирах. Спасибо за аплодисменты, мнение бывшего влиятельного сотрудника Вашингтонского обкома мы услышали. Борислав, вы что-то хотели сказать? На самом деле, я хотел задать вопрос господину Макфолу, как он считает? Я попробую ответить за него. Ну, я понимаю, но уже поздно. На самом деле, человек, который знает Россию и фактически может проводить определенную аналогию с Украиной, считает ли он, что все-таки в основе всех проблем, которые сейчас есть в Украине, это очистка власти, это иллюстрация? Вот я бы хотел, поэтому этот вопрос становится безответным, может кто-то считает из вас иначе. Но из присутствующих у нас все... Я прошу прощения, надо прощать, есть предложение, у меня есть одно предложение ко всем. Давайте не будем животными, а будем людьми. Кто-то один поднял руку, ответил в следующем. Я почему бы не считаю, если вы хотите, если мы все хотим достигнуть какой-то договоренности о чем-то и стремимся к чему-то в перспективе, то единственное, что может быть, это начало коммуникации друг с другом. Да, Богдан, давайте. Вот тянет руку Павел Резоненко. Я не ошибаюсь, да? Я не ошибаюсь. Вы... Павел Резоненко, фракция УДАР. Вы за иллюстрацию. Я был спевавтором всего закона. В действительности... Извините, я сразу хочу уточнить, когда вы были с автором этого закона, вы помнили о том, как вы работали на «Россиян»? Вы знаете... Компания «Ависма» вам говорили? Я был директором Международного инвестиционного банка «Ренессанс Капитал». Это вы посмотрите в моей биографии. А интересный «Ависма» вы лоббировали? Я был членом Ради директоров, обранный от портфельных инвесторов и на «Россиян». Да, я знаю, я знаю. Тому, будь ласка, оперуйте фактами, шаново. Давайте без манипуляций. Я не манипулировал, я задал вам конкретный вопрос и спросил, боитесь ли вы, или страх ты, без пиару Ляшка, а до темы. Давайте першую часть, но мы закончим пиарити Ляшка. Давайте закінчим и перейдем до реформ и до подий в Краю. Я не понимаю, при чем здесь Ляшка. Перейдем до реформ и до подий в Краю. У меня позавчора была зустріч, у меня была зустріч с инвесторами. У меня была зустріч с инвесторами. просто выйти из студии. Да вот, они сказали наступное. Сьогодні вы себе не можете прокормить. АМФ, Международный валютный фонд и западные уряды дают нам гроши, чтобы мы вчасно могли выплатить пенсии и заработные платы бюджетникам. Они говорят, что должна прекратиться война и после этого вы должны построить государство. Они считают, что у нас государства с точки зрения институтов нет. Нет правоохранной системы, нет эффективно действующей судовой гилки влады. И по сути, вибачаюсь, они вважают, что у нас нема армии, захистеться бить Россию. Я вам дам слово немножко... Это был Павел Резаненко, человек, который не боится иллюстрации. Борислав, как вы считаете, нужно проиллюстрировать людей, которых подозряют в связи с россиями? Ну, во-первых, надо понять, о суде кто. Это раз. Чтобы иллюстрация не стала действительно решением каких-то политических вопросов. И не только коммерческих, или еще каких-то. Но на сегодняшний день мы видим одну вещь. Сначала очень долго затянулось подписание закона иллюстрации. Вы все это видели. Сегодня президент сказал, что он его подпишет. Потом сказал, пресс-секретарь, ЦИГУКО сказал, что он подписал. Нигде нету фактических подписаний. Тянется по-прежнему. У меня есть недопонимание по этому вопросу. Я понимаю, что окружение президента не просто хочет затянуть этот вопрос, а постарается решить его после выборов. Тогда, когда уже мы ни на что повлиять не сможем. И вот в этот вопрос как раз стоит именно, что сейчас по спискам, по всем спискам в большинстве идут люди даже не только сомнительным прошлым, а сомнительным настоящим. И эти люди, эти люди зачастую быстро одевают вышиванку и перекрашиваются. Они становятся с кем-то, знаете, жёстоблопитными патриотами. Ну какие... Не-не-не, заберись один раз. Ну какие же патриоты они, если они фактически создавали политических тетушек в партии, в парламенте и потом переходили на сторону партии регионов. Как можно говорить о том, что они прошли люстрацию, если они сейчас идут по списку президента? Как можно говорить о многих других вещах? Почему я это говорю? Потому что люстрацию надо начинать с самих себя. И если люди понимают свою ответственность перед обществом, они обязаны, обязаны быть моральными. И они обязаны самоочиститься. Поэтому если в наших рядах вы узнаете, что кто-то есть, или если вы узнаете, что действительно какой-то замаран, какие-то истории, скажите, мы очистим. Потому что все говорят, что мы готовы очиститься, все кричат, все бьют себя кулаком в грудь, но никто не производит никаких действий. И как пример... У меня сразу есть ответ, госпожа Кузей бросит. Только коротко. И как пример я хочу сказать... Посмотрите, можно... Борислав, я хочу сказать... Я к вам еще вопрос... Я хочу сказать вопрос, который... Мы опять клетки. Опять клетки. Опять клетки. Олег Кейсов. Я хочу сказать вам вопрос. Вы хотели, чтобы... Борислав, заканчивайте только раз. Давай. Борислав, я хочу задать вопрос. Почему в вашей партии присутствует господин Куструшкин, который прославился тем, что раздавал пойти? Присажите чему сегодня, генеральный прокурор, и не надо расписывать на вину, не посадив жодного и не притягив к криминалу. Это опять начинается... Потому что надо по-другому подойти. Надо подойти... Подождите. Надо по-другому подойти к этой проблеме. А вы скажите, какой политический путь? Ну это тупиковый путь. Какой политический силой я? Какой политический силой я? Вы с права всех. Вы скажите, мы во власти есть? Нет, вы во власти есть, скажите? Вы сегодня проплачены Левочкой и Голомольским провокатом. О-о-о! Так, берите его из... Достаточно. Достаточно. Да это надолго. Достаточно. вот наконец... Я хочу сказать... Наконец. Который раз? Это тупиковый путь. Потому что... Что это? Это. Вот это. 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 Это? Да. Почему? Потому что, понимаете, что такое? Замаранный, незамаранный. Какие критерии? Замаранности или незамаранности? Но с другой стороны, почему люди сегодня сами начинают иллюстрировать политиков? Почему? Потому что политики не смогли себя сами иллюстрировать. Как? Не надо тут быть моральным. Примите закон об открытых списках. Зачем оставили закрытые списки? Во-вторых. Подожди. Да подожди. Во-вторых, что происходит? Опять кумовство. Опять непотизм. Опять родственники. Опять племянники. Дети. Смотри, кумы. Вот сколько можно уже? Дальше идем. Оставили... Оставили мажоритарку. Да. Если бы приняли... Опять мажоритарка, опять вот эти все... И старые... Это же людей возмущает. Ну, слушай, они стояли, блин. Вы решили президента. Дальше. 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 Можно обмежить. Можно обмежить. Если бы приняли открытые списки. Это же конкуренция в округах. Партии бы бегали не просто за знаками персонами, людьми. Они бы бегали за людьми, которые реальным авторитетом на местах обладали. О чем мы говорим об этом? А потому что надо... Это уроки надо вносить. Первый закон, который должна принять Верховная Рада, это закон... Новые избирательные списки. Еще раз. Смотрите. Вадим, этот закон обещает как-то новая Верховная Рада. Слушайте. Притикуем Аня Януковича. Авторитарный режим. Коррупционный. Пророссийский и так далее. А почему же закон оставили тот, на котором фирмировался режим Януковича? Избирательный закон. Верховная Рада. И можно смотреть по справам, как сказали, кто, я проголосовал за открытые списки, за отмену этого закона. Вот это люстрация. На жаль, у нас, мы люди, пока что думают, отчима и в ухо мы не требовалось думать. А политики для чего? А политики для чего? А политики, на жаль, те, которые готовы переконать, не только что лечить. Я скажу, почему. Потому что закрытые списки формируют коррупцию. Я же говорю, что вас не много. Вот не знаю, что вы прави. Но мы должны честно людям сказать, что люди добрые. Шоу клоуни всегда используется наибольшей интересностью. Но клоуни – наибольшие люди. Помните про это. По жизни наибольшие. И они в жизни ничего делать не будут. Посмотрите, действительно, на справу. Потому что масса криков, масса шума, справы – нуль. Коррупция, как была, так и не будет. Вот и грех. И вы, ваше генпрокурор, ваш генпрокурор, мав все возможности начать реформу генпрокуратури. Где ваша генпрокурор? И я с тобой отвечаю. По-перше, все. Да ну с кем драться? Ну вы, посмотрите. Значит, мавсика, уже раз по праву. А Махницко, вы отвечаете? В отвечаете. В отвечаю. По-перше, хочу сказать. Наступное. Да не а, а отвечаю. А, это говорят те, кто не знает, что им сказать. Дружище. Дружище, ты уже неадекватный. Так, согласен. Значит, по-перше. Дивите. Вчера была пресс-конференция. В отвечении были даны на все вопросы. По-друге. По-перше. По-другому, вы хотите сказать, что президент, который дальше работает с Махницким, который Махницкий является руководителем президента, если бы у него была вся эта информация, он бы его держал, но Махницкий и дальше отвечает за все эти криминальные дела, которые были открыты. Но он просто с силой того, что он не с тех, за тот час, который был при посаде, их закончили. Это было по-другому. По-третьему, Махницкий вышел из свободы. Махницкий не есть членом всеукраинского объединения свободы, и поэтому его нет ни в списке, ни по мажоритетам, потому что он поступил согласно закону. И, повышая, есть факт, вытаща, выравниваете. Ответ получен. Алена, вы тебя не ждет. Вся вечеринка постоянно. Алена. Скорее, 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 то я не вижу. Мені знают, что про илюстрацию уже все сказано, потому что еще в Грузии в Кахабадекиде сказав, что для илюстрации треба даже дві людини. Президент и генпрокурор, яких всех посадить, да? Цього не сталося. Давайте до реформ трошки. Что заважало зробити реформу державною службы, например, под час війни? Я тоже спинкую очень много с европейцами, я закончила Кембриджский университет, и меня спрашивают мои выкладчики и эксперты из Кембриджа, а вот что, заважало сделать реальную реформу Держслужбы, скоротить государственный аппарат, провести реформу экономики, сделать кроки. Алена, тогда что по вашему мнению пишет? Алена, что? Что? Аж Денис Сенюх на форуме ЕС на початку вересня сказал, антикоррупционные реформы провалены в нормальной стране. Премьер-міністр Борет пишет заявку про відставку, а это написано на выбор. А почему так случилось? А что мы видим? Президент реформу не инициировал, он их назвал и написал на листочке. Президент не должен этого делать. Но если президент подстолкает премьера, то что-то с консерваторией у нас проблемы. Понимаете, уряд не выкруливает свою функцию. Вот почему тогда проблема, понимаете? И премьер, я не в уряде, я народный депутат. Наша партия, нам есть чем пишется. МинопК единственная, которая просто взросла при втрате территории. И наиболее евроинтернационных законов принято по системе МинопК. И вы помните, как они принимались? С боем, с криками, с колонками. Но при въезде есть инициатор боевого. Вот почему мы говорим. Я могу сказать, что есть компетенция президента так же. И мы пропонували, как выпускники закордонных вузов, три реформи для президента. И там в том числе была реформа Минобороны, например, которую президент может провести. Но почему-то президент выбрал 60 реформ назвать. Но 60 неможливо сделать просто. 68. 68, это же неможливо. Мне кажется, сегодняшний выпуск нужно было назвать выпуском «Кривое зерго». Потому что, я смотрю, сидят представители партии власти и говорят о том, что у нас нет реформ. Я ценю, от кого шел, не от Баскищины. Я представлена Баскищина. Турчинов, от кого шел, не от Баскищина, не от Баскищина. Алена, я вас слушаю и не могу понять просто. Это была ремарка, это был не вопрос. Хорошо, а вот вопрос. Если говорить о реформах. Ну, вот допустим, там, сегодня чаще всего звучало слово «люстрация». Ну, вот господин Белоус, человек, исход которого из правительства, кстати, господин Бробский предсказывал, что как бы следующий будет Белоус. Так вот, Игорь Белоус сегодня сказал, что 94% руководящего состава государственной фискальной службы будут уволены. Я вот только не понял, это хорошо или плохо? Я это слышу впервые, когда обещали детектори брехни в фискальной службе. Ось сейчас нам говорят, что когда-то, потом будет извольнено. Да скажи, 99%? Это же когда-то, потом будет. А теперь, сейчас, когда президент, извольнение Генерального прокурора, за две речи, за заступника, у которого 140 гектаров земли, что больше, чем у Януковича, и за то, что Генеральный прокурор делает из Украины банановую республику. Когда Саркозис пробовал своего сына, которому было несколько лет, призначитесь керевником государственной кампании, французы вышли на улицу с бананами в ухо и показывали, что Франция – это не банановая республика. И Саркозис сына не призначит. Наталья, мы уже устроили, что вы сегодня, по-моему, третий раз, говорите о том, что мы не пропадем. Громадянская позиция пропадет. А кто в аудитории? Кто за то, чтобы избольнити Генерального прокурора? Нет, вы выводите на улицу их. На улицу, на митинг, на демонстрацию. Я не скажу, что больше всего удовольствия от вашего спича, Наташа, получил господин Цибулько. И это было достойно. Я купил себе выгедное миско. У меня вопрос. Господа, спасибо за аплодисменты. Спасибо. Вы очень хорошо аплодируете. Хорошо бы вы еще так же, очень хорошо, по моей команде, мы же договаривались, хончали аплодировать. Потому что у нас тогда вся программа уйдет на слушание аплодисментов. Извините. У нас здесь присутствует заместитель господина Белоуса. Я ничего не путаю? Я зараз поясню. Вы путаете? Не знаю, или нет. Заступник Белоуса, но по Министерству доходов и сборов, которого сейчас фактически нет. Михаил Васильевич, что вы зарплату? Сегодня уже створена Державная фискальная служба. Но, если эти вопросы... Я правильно понял вашего руководителя, что иллюстрация, если она будет в нынешней редакции осуществлена, по сути дела парализует работу ведомства. Я считаю, что Белоус много припускает помилок. Можно Береза? Может просто невежливо. Обязательно. Sorry. Я перепрошу. Прошел Майдан, скинувши ту бандитскую владу Януковича, так? Я, как сотник Майдану, прийшовши в владу, в Министерство доходов и сборов. Знаете, прийшовши туда, побачив ті речі. И тех чиновников, які там були при Клименко, які там є зараз при Белоусе. Люстрацию, люстрацию, потрібно робити. Якщо ми реально люстрацию не зробим, тоді зроблять люстрацию люди, і ті наші побратими, і ті мої сотні хлопці, які зараз там захищають Україну. Михаил, а ви сотники прийшли із бізнесу или нет? Вы сотник, за какие деньги йдете сейчас по бажоритарки по блоку Петра Порошенка? Я не йду від блоку Петра Порошенка. Самовисуванець. Я не йду від блоку Петра Порошенка. Я ще раз говорю. Пані Олександра, я вам дякую за запитання. За какие деньги вы йдете по бажоритарки? Молодець. Отвечте. Звичайно. Юля, звичайно. Борне славить, панікуже. Звичайно. Слушай, Олександр, 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 Олександр. Дай, дозвольте, я скажу. А в результаті, виходить базар. Ну, не перебивайте, я... От іду ж до. По-перше, я не йду від блоку Петра Порошенка. Я йду по Франківщині. По Франківщині. Від народного фронту, як безпартійний, И туда меня делегировали Те сотники Майдана С которыми мы идем По каких коштах За какие кошти вы говорите Свои все кошти Свои збережения Из заработной платы Я отдал на АТО Вси на выборщую кампанию И сколько мы Как сама оборона Майдана Допомагаем сейчас Но то что творится В Министерстве Я кардинально не согласен И что то что говорил Денис За полиграфик Это была моя идея Белос не хочет это делать Упровадживать Бо реально Если бы мы это сделали Мы бы сегодня очистили Державную фискальную службу От тех людей Которые лишились От режима А может я спросил вас Я спросил вас Я спросил вас Я спросил вас Какие у вас есть Воли Годзмин Это единственное Воли Годзмин Это единственное Воли Годзмин Единственное Воли Годзмин Я одну ремарку Я одну ремарку скажу Прошу прощения Вот каждого из нас Сейчас смотрят наши избиратели И они понимают Что они на самом деле Голосовать будут Не за кандидатов Народные депутаты А за цирк Я хочу сказать Вот чем больше цирк Реальный цирк Слушайте Ну какое-то уважение к себе Людям к избирателям Ну по очереди Это же не тяжело Мы же не за базар Сейчас играем Это поминайте Реальный базар Вот вы правильно сказали Бабушки правду говорят И я два раза уже Не приходил сюда По одной причине Мне говорят А что ты туда идешь Все орут Выглядят по-идиотски Никого не слышно Ты хочешь табло Поторговать Или что там сказать Выясняется Что да В большинстве Многие хотят поторговать Не надо орать Вас всех услышат Смотрите Я сейчас говорю один И все слышно Говорите теперь вы Дети Береза Якщо в нас будет Такий парламент Так Я хотел бы еще одного Він також Довго не будет Иснувати Просто его Винесут звідки Розумієш И те люди Я сейчас Идуть Я верю в народ Но Ты подивися Какие идут Списки И кто туда идет Идут снова кланы Я почти не вижу здесь Представить Идут снова Рады Идут новой Генерации Все Абсолютно И все Абсолютно Мы будем В парламенте Идут коммунисты Ты поднимай Абсолютно Абсолютно Сладное утешение Зато будут люди С вилами Знаете Вместо коммунистов Будут люди с вилами Неизвестно Что лучше Да Тоже правильно Простите пожалуйста Я хотел бы предоставить слово Вот еще одному кандидату В депутаты Который здесь у нас Присутствует Владимир Хоменко Он представляет Партию Заступ Это крестьянская партия Партия Селянта Аграрий Вот сегодня Арансовали питание Про реформу Мы про это хотели поговорить Потому что да Гарный урожай Другий рік поспіль В нашей стране Но не решено Питание Справедливої ціни На решенную продукцию Для древнотоварного Виробника Та фермера Стає Питание Нарежным каменем Охорони Родючості земли У всех странах Приняты Кодексы Про належное Аграрное Господарювание У нас Його немає И нашу землю Виснаживают Поверьте мне Если в этой Верховной Раде Не будет представлена Аграрная партия Заступ Заступ Послушайте меня В наступной Верховной Раде Мы будем говорить Про то, что нам Треба рятувати Нашу землю Бо Поживные речовины 300 кг З гектара Забираются А вертают Лучше третину Треба говорити Про повноважение Сельских рад Бюджетов Немає Треба говорити Про те Що Нашей державе З'явилася Політична сила Яка готова Відседовувати Інтереси селян Яка розуміє Їхні проблеми І яка розуміє Як їх вилішити У нас є конкретні механізми Є конкретні ініціативи Ми готові їх обговорювати Назовіть хоча б одну По-перше Створення мережі Оптових ринків На яких буде формуватися Праведлива ціна Це приклад Франції Франції Це конкретний приклад Франції Ми за те Щоб був прийнятий Закон про сівозміну Ми за те Щоб в структурі сівозміни Не було більше 15% Однієї культури А не так як у нас їїть Кожного року Кукуруза Кукуруза раз А у нас Півдній Соняк 38% Займає Струтури ціго зміни Ми говоримо про те Що люди мають Несовідповідальність Зависно Несовідповідальність 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 Голови партії ЗАСУ Працював Заступником Міністра Освіти Табачника Україножера Українофоба І зараз Дружина цієї людини Веде вас на вибори Я прошу президента І всіх Негайно підписати Закон про ілюстрацію І чоловіка Віру Улянченко Наталі У вас як-то вже Уже дуже багато Предложень Ініціатив Я з пропозицієва Прошла Знаєте Украині Всегда Ідемо со мной Сверху Да-да-да Я хочу вас ввести На авансцену Сейчас Пожалуйста Еще раз говорю Тебя тож ілюстрирує Президент украинського Куба горного бизнеса Знаєте В украинському селі Всегда картошку копають Лопатой А мадилы заступом Реклама Продолжим потім Пауза Пауза Дякую за аплодисменты Друзья Редакція программы Подробності Представляє Заключительну Часть Очередного Выпуска Нашого Политического Ток-шоу Черное зеркало Черное зеркало Сегодня у нас Как заметил Мой колега Помогає Мне сегодня Наш Ведущий Программа Подробності Алексей Лихман Получається Немножко Кривоватое Кривоватое Или облупленное Не знаю Но как-то Вот здесь Очень много Людей Говорят И очень мало Друг друга Слышат Я напомню Уважаемые Зрители Что Перед Рекламной паузой У нас Выступал Представитель Крестьянской Партии Удар Владимир Хоменко Потом Слово взял Эксперт По Агро Простите Заступ Крестьянской Партии Заступ Оговорка По Фрейду Извините Ради Бога Вот Крестьянская Партия Заступ Слово Заступ Здесь ключевое Потому что Потом Председатель Украинского Клуба Агробизнеса Алекс Лисица Взял слово И сказал Что Какая интересная История У нас в Украине Получается Картошку Сажаем С помощью лопаты А могилы Роем Заступ Такую шпилечку Ваш адрес Отпустил Я обещал Вам дать слово Чтобы вы продолжили Вашу глубокую мысль Спасибо большое Вы знаете У меня вообще Большие сомнения Казательно того О Простите Я забыл У вас же нет микрофона Да Агрария Всегда без микрофона Оказывается В конце концов Вы знаете Без лопаты Без лопаты Без заступа Без микрофона Да И без партии Еще в парламенте Пока Но суть не в том Суть в том Что вы знаете У меня очень большое сомнение Что партии Которые собираются Идти в парламент Они вообще готовы Делать будь-либо Какие реформы Вот вы можете Представить себе Люди которые Сидят и дискутируют Там о чем-то Невнятном Люстрациях Там еще каких-то вещах Они готовы Спасать страну От дефолта Они готовы Смотреть на вещи Прямым нормальным взглядом И говорить Ребята Вот давайте Сделаем то-то-то Я допустим Не верю в то Что депутаты Идущие сейчас в парламент Готовы жить На зарплату В 6 тысяч гривен Но не верю я в это Простите А можно уточнить Можно уточнить А вот вы Партией заступ Рассматриваете Как партию Которая будет Представлять В парламенте Ваши интересы Вы знаете Ну на сегодняшний день Мы так рассчитываем Что где-то человек 30-50 Вот аграрь И взойдут в парламент Будет ли это заступ Будет ли это приступ Нам честно говоря Все равно Вот Ну Главное Главное Чтобы отстаивали Интересы Аграрного сектора А аграрного сектора На сегодняшний день Есть масса проблем Хотя и аграрный сектор Занимает первое место По экспорту продуктов В услуге Украины В этом году И там занимает Вот все говорят о нем Там мы что-то где-то добились Мы там экспортеры Мы там все Миллиарды На самом деле Масса-масса проблем Первая проблема Это абсолютно непонятная Аграрная политика Вторая проблема Это сумасшедшая коррупция И они в прошлый раз говорили Третья проблема Это то что на сегодняшний день Можете повторить Вот Повторю 1200 гривен на гектар На сегодняшний день Собирают На всех элементах И это не только Минагрополитики Это залезницы Это Минэкологии Это Минюз Это И налоговая Это взятки Это говорим о теневых деньгах Это все коррупционная составляющая Которую мы называем Профессиональным языком Трансакционные сдержки Ну экономисты любят Такие вот фразы красивые Это у нас идет Вот такой фразой На самом деле Никто этим не занимается Вот коллеги говорят Что 8 месяцев Мы проводим реформы Где эти реформы? Кто их видел Эти реформы? Ну покажите Реформочку Ну вот сегодня Мы говорим Что мы там Проверили реформы Не, не, мы говорим Про то, что реформы Не проводятся И мы цитуем И нам Реформы Подождите Вы послушаете Своих премьер-министров Они же на всех плакатах Заявляют Что они там Сегодня провели 8 реформ 12 там законов Протянули Еще что-то Где оно? Вот вы понимаете Я почувствую реформу Тогда Когда я А. Плачу меньше Коррупционных Нески Б. Зарабатываю больше И С. Все получают благо Вот тогда Это реформа Понимаете Вот тогда Я об этом заявляю На всю страну А сейчас Это не реформа Это обдираловка идет Это чистой воды Обдираловка Притом Все партии Без исключения Которые присутствуют В нашем украинском парламенте И тут И тут Нет большой разницы Еще раз говорю Еще раз говорю Еще добавлю Еще одну вещь Еще добавлю Еще одну вещь На сегодняшний день Вертикаль Которую отстроил Виктор Федорович И станал К вам еще раньше Работала По взмашке руки Она же не срабатывает Поэтому Зачастую приходится Платить Я не про це кажу Я кажу про те Что на сегодняшний день Мы платим Тричьи больше От вы вырешиваете проблему Оце проблема Есть Она существует Все про нее говорят Наталка у нас Пока что в парламенте Не заседает Вот то что я провела Для вас Убрала сертификацию Зерна и зернохранилищ Насколько я сэкономила Они платили В среднем Участники рынка Платили 350 миллионов долларов На год взяток Я ликвидировала Два дозвола Но это только начало И мы сейчас сидели И говорили О том что нужно Сразу после выборов Садиться с играриями И выписывать Пошагово Сборы Потому что вчера В Одесском порту Я спросила Как шел экспорт зерна Мы же убрали Вот эту взятку Они говорят Не волнуйтесь Фитосанитарный контроль Придумал новую Поэтому эти Выдумки идут постоянно Вы начали передачу С замечательной Примера Что прошел форум А почему нужно было После выборов Этим начинуть Нет мы этим занимаемся Сейчас я пишу Я пригласила Представителя Ассоциации У нас другие ассоциации Казаченко работает И Мировой банк Мы сидим уже третий месяц Пишем следующий Второй закон 113 дозволов Отменили И дальше пишем Главное Чтобы правительство Новое Не придумывало А Ясенюк Это поддержит? Глава правительства Я могу сказать Что вот все эти законы Которые мы готовили Да Однозначно Поддержит И сокращение дозволов И убрать схемы По коррупции Потому что Все прекрасно знают Я хочу сказать Самый главный Можно я сейчас скажу Почему поддержат все Замечательно Поддержали Украину После Майдана Начали давать деньги Вы не сказали Самую главную фразу Которую вчера на форуме Сказали и президенту И премьеру Иностранные инвесторы И институты Которые финансировали Украину Кроме того Что они сказали Что нет реформы Коррупция Ничего не изменилась Они сказали Господа Мы вам Приостанавливаем Финансирование А на те деньги Которые даем Ставим своих смотрящих То есть они Самое страшное Что сейчас произошло Грамотники сказали Смотрящих Да Своих представителей Тех финансовых организаций Которые будут следить Куда используются Деньги для Украины Это серьезнейшее Самый страшный удар И подтверждением Этому Сказала госпожа Меркель Страшный удар по кому? Страшный удар По имиджу страны Почему? Потому что Нам не верят Что мы честно Используем средства На проведение реформ И госпожа Меркель Подтвердила выступление А вы довольны Такой поставок Подождите Я хотел бы Оксана Она впервые сказала Что после выбора Украина первое Что должна заняться Борьбой с коррупцией И борьбой с олигархатом И нам никуда От этого не деться Понятно Замечательная точка Пожалуйста Оксана Вы хотели возразить Я так понял Я считаю Что если мы сегодня На правительственном уровне Не используем Эффективные деньги Которые дают Для развития экономики Значит надо Эти деньги Использовать эффективно И если же для того Чтобы нам мир помогал Необходимо Чтобы мир Эти деньги На финансирование Тех или других направлений Например Я хочу сказать о чем Вот сейчас мы обсуждали Агробизнес Мы провели Мы смогли провести Уникальный европейский закон Который определяет Абсолютно новые требования По производству продуктов питания Это касается Каждого гражданина Украины И вместе с тем Это касается Производства и экспорта украинского Но Теперь для того Чтобы заработал этот закон Который внедрил Европейские нормы В украинское законодательство Нам необходимо Целый ряд законопроект Не законопроект А нормативных актов На разработку которых Нужны деньги Так вот Если эти деньги Будут даны европейцами И они будут Потрачены Именно на такую разработку Которая даст Возможность экспортировать И зерно И самое главное Готовую сельскохозяйственную продукцию Что создаст И зарплаты людям Нашим внутри И безопасные продукты питания Европейские продукты питания Я за такую поддержку Понятно А вы что на это скажете Удовлетворяет вас Такие ответы Конечно нет Нас абсолютно не удовлетворяют Такие ответы Потому что по большому счету У нас на сегодняшний день Есть пять основных проблем Которые не хотят Решать наши политики Это система налогоблажения В украинском сельском хозяйстве Это система земельных отношений Это коррупция Это образование и наука И пятая система Это не только в сельском хозяйстве Это по-моему Вообще в экономике в целом Я говорю о своем Пока вот как бы О нашем колхозном деле У нас вот такие проблемы есть Их никто не хочет решать На сегодняшний день К сожалению Ну и количество контролирующих органов Раньше их было около 508 В сельском хозяйстве Которые там контролировали Весь процедурный процесс Сейчас да Вот действительно Я согласен с госпожой Кужель Их стало вдвое меньше Слава тебе господи Их около 200 Но тем не менее В средней европейской стране Их сколько Около 18 Около 18 А у нас около 200 Около 200 Совершенно верно Пожалуйста Александр Там еще Брюссель Вы сидите пожалуйста Только на месте Я стою Сядьте пожалуйста Вы создаете проблемы Нашего оператора Мне не зручно Когда девчата Я подниму Ничего страшного Справа в том Что на жаль Бачите Мы четко бачим Что действительно 23 дни Залишилось до Парламентских выборов Потому что раптом Зазвучало слово я Паня Александра Вы одна автор Цього закону Секундочку Вы знаете Что вы не одна Паня Александра Вы не одна Голосовали в зале Ви не одна И найцікавише И найцікавише Что партия Фракция Свобода Одностайна 100% голосует Все інші фракції Не дают Далее Наступное питание Мы маем Дуже Четко сказать Что Які у нас Є проблем От Наприклад Я знаю Что на сьогоднішній день Ми дійсно Повідміняли Величезну кількість Сертифікатів А виявляється Країни-імпортери Почали Вимагати Сертифікати І ті Хто займається Аграрно Я не веду Я відповідаю За свої слова І зараз Послухайте І на сьогоднішній день І на сьогоднішній день Країни-імпортери Послухайте Я не кажу Що це погано Я кажу Що є на сьогоднішній день На сьогоднішній день Країни-імпортери Кажуть Дайте хоч Якийсь документ Який засвідчить Європейський документ Действительно Вам Наталья Гражданівна Говорить Я не требую Європейський документ Але Ми зробили Знову все З голови на ноги Перевернули Сніг на голову Тому що Ми не ввели одне А відмінили інше Розумієте І це називається Псевдореформа Тому що Коли ти робиш реформу Ти цеглинку виймаєш Ти зразу маєш поставити Щось на місце У нас його не відбулось У нас зараз Наприклад Комісія по цінам відмінила А цукрові заводи Згідно закону Зобов'язані Декларувати ціни І цукрові заводи Задають питання Хто нам видасть документ Якщо я зараз Почну продавати цукор Я порушую закон Бо закон є Інспекції по цінам немає Документа немає От розумієте Оце те Що ми задаваємо Смотрите У меня снова маленькая Ремарка Недвідущая ответа Знову іскривляється зеркало Мартія з комісії Міща людей у власні Виступає фактично Як оппозиція На сьогоднішній програмі Голосуй профи Решенням реці Таких реформах Ви у власні А виступайте Як в ярий оппозицій Правильно Тому що ми Свобода в оппозиції До дурних рішень Свобода Свобода Не до міністра Міністр не прийняє Наш міністр Ми виступаєм на засіданнях Кафтану Проти цих рішень Голосує Проти Поднимайте станограму І дивіться Дякую Все більше напоминає Хто громче То ти прав Ну да А вообще на самом деле Реформувати нужно Поймите У нас щас трижкин кафтан Тут отрезали Сюда перешили Борислав Я перебью Давайте про реформы Вот сидит девушка Начинающий политик Один из немногих представителей Нового поколения Вот вы у нас представитель Нового поколения политчиков Вот она Представитель нового поколения Робеет Вот даже когда В какой-то момент Рядом Начались страсти Совсем накаляться Она просто встала И отошла Да? Алена Пожалуйста Вы давно просили слова Да Спасибо большое Но я уже забыла На самом деле Тему передачи Если можно Я вернусь Немножко к реформам Да То есть На самом деле Мы здесь На панели Были согласны в одном Ты на панели Да Хорошо На панели Сегодня день Огород по прейде На панели Дискуссии Да Нас в безопасности Негативных не возникает Мы привыкли в другой среде Пользовать этим словом По-другому Не волнуйтесь Господа Знаете Каждый Все понимает Слушай Секундочку Каждый понимает Все в меру Своей испорченности На самом деле Панелью называется Панельная дискуссия Это когда в рядок Спасибо вам большое На конференции Сидят умные люди И на какие-то темы Умно говорят А те кто не умные Те по этому поводу Поэтому вот Единственное В чем мы были согласны Это в том Что для реформ Фактически Нужна только политическая воля Да Это сказали вы Это сказали вы Это говорю еще раз я Политическая воля Не подразумевает Даже на сегодня парламент А парламент очень важен Но У нас есть генеральный прокурор У нас есть помощники Генерального прокурора У нас есть президент страны У нас есть премьер-министр Да Которые должны принимать Эти решения Должны не обещать А должны делать И я вот очень прошу Всех студии Посмотреть реально на действия Проанализировать То есть вы уже говорили о том Что в принципе Можно было бы Начать бороться с коррупцией И сгонять из органов власти Ни в чемных людей Можно было с первого дня это сделать К сожалению Без всякого закона и иллюстрации Правда? Господин Да Но к этому борьба с коррупцией Не сводится Надо теневую экономику уничтожить Вот же сам коррупция А закон о выборах Это что не коррупция? Давайте проанализируем то Что уже было сделано Давайте не анализировать Забивайте девушку Я вас выведу Я за девушкой горой буду стоять Спасибо Она не употребляет За этот номер Списки Вытверждены Мне как представитель Нового поколения Хочется попросить Что впервые Мы анализировали Не обещания И не декларации Анализировали списки Четко Списки по депутатам Которые голосовали И не голосовали За 16 сичня 16 января Анализировали впервые Обещания Которые не были выполнены К сожалению К моему большому сожалению Президент Например Обещал Когда уже выбирался Президенты Сделать открытые списки Да? Этого не было сделано Президент обещал Другие реформы Этого не было сделано Давайте смотреть на то Что уже было сделано Что не было сделано На списки А не слушать популизм В конце концов Да? И не смотреть на декларации Я хочу вас поддержать Знаете Господа Я Есть вещи Которые мы не можем Передавать в эфир Да? Но Когда потом Посмотрите программу У кого есть дома интернет Или кто вот здесь Сейчас хлопает Вернетесь домой И сможете зайти в интернет Найдите в ютубе Песню Группы Ленинград Есть такая группа Многие знают Она называется Мы за все хорошее Вот К сожалению Программы большинства партий Которые участвуют в выборах Построены на мой взгляд Извините По принципу И агитация ведется Тоже по принципу Вот мы за все хорошее Да? И против всей Дальше не могу продолжить Да? Вот хотелось бы все таки Чтобы наступило время Когда появились дискуссии Если это наступит О содержательных вещах В программах разных партий Да? Потому что В той самой Европе Куда мы стремимся Простите там Любой избиратель легко скажет Кто за повышение налогов Кто за понижение налогов Потому что там избиратель другой Так потому что Он платит налоги А не зарплату получает Послушайте Послушайте И партии говорят Что мы считаем Что главный Ну биндукид заговорит Допустим Внятно и четко Который между прочим Подожди не перебивайте меня Ради Христа Ну Я вас умоляю Биндукид заговорит Простите Можно Простите А можно я вас попрошу Помолчать Очень-очень-очень не люблю Когда мне говорят в затылок Хорошо? Все учат Все учат друг друга Все учат И можно последний Да? И еще мне кажется Что вот все здесь присутствующие Или многие Недооценивают украинцев На самом деле То есть давайте не говорить избирателей Давайте говорить украинцам Да? Все говорят Что как раз украинцы Им нравится вот это шоу Нет ничего не нравится Я уверена Что люди все прекрасно понимают Понимают что происходит Давайте анализировать Конкретные имена Конкретные назначения Там президента Не президента Вот у меня например С тобой документ О том Как было возвращено ПДВ Компании Косюка Которая является первым Заместителем главы администрации И в то время Как мы собираем И люди И все украинцы Собирают на армию Несколько там Десятков Или 140 миллионов гривен Если я не ошибаюсь Компании Косюка Официально На Моронийских хлебопродукт Где он является собственником Возвращено 365 миллионов гривен За три месяца последних Вы удивлены? Я удивлена Я наивно удивлена Честно А кто решение принимал? А решение принимает Алена Решение принимали Я снова вам напомню А решение принимала Среди И ваша партия В том числе Которых делегировала Во власть Я хочу сделать Небольшой анонс Всех прервать К нам сейчас едет Одна из жертв Люстрации Внимание Мне важно Сделать анонс Чтобы вас смотрели А не отключались Телевизор К нам едет Сейчас жертва Люстрации Нестор Шуфрич Буквально через несколько минут Появится Люстра Из больницы Зрителей Прошу дождаться Это будет Наверное Ярко и впечатляюще Просим у него Что-то Чувствуется Иллюстрация физически Вы знаете В чем проблема Рады В первой Вернули НДС Заслуженный При его Экспорте продукции В чем проблема Этот НДС Должен автоматически Возвращаться К каждому Экспортеру продукции К каждому Без разницы Назвали его Косюк Ему нужно возвращать НДС Автоматом И никто Не должен спрашивать Почему Они должны Получать свой НДС Они экспортируют Свою продукцию Получили НДС И все Не больше Не больше Почему Это прописано В законодательстве Все должны Получать НДС Экспортеры Почему мы вообще Дискутируем об этом А потому что Другие их не получают А господин Косюк Получает Другим Это вопрос налоговый Почему налоговый Автоматом Не возвращает НДС Распределяет НДС Я равный перед законом И закон должен выполняться В данном случае Эта ситуация тоже Я юрист Я вас поддерживаю На всех А теперь А теперь про программу Вот вы правильно сказали За программой Я хочу сказать Что наша программа Не политиков для села А села Для политиков И у наших Пожалуйста Я вам обещаю Прекратите Послушайте Ярослав Я вас прошу И вас тоже прошу Не вставайте Не ввязывайте Не ввязывайте В дискуссии Мы сейчас с Алексеем Просто отсюда уйдем Мы все Пожалуйста Прекратите Я поясню причину запитания Справа в том Что ПДВ Повертается выбирком И как раз Тим компаниям Величезным агрохолдингом Интересы которых Лобиюет Пан Алекс Лисица Повертается Практично автоматично А малым и средним Пдп не можно повернуть Розумеете Александр Александр Донесите И вот что вы Питали Я страшен в курсе дела Я страшен в курсе дела Что делать И кто эксплуат Только Единное питание Что у нас есть равные А есть равнейшие Вот давайте Примусимо Законы працювати А пока у нас Людина занимает Посад Я закинчу Пока людина Займает посаду Раптом Законы для нее Працюють Как только людина Не займает посаду Законы працювати Починают для Инших Яки на посаде Вот чему Ебеда Вот чим Треба бороться У вас был Целый генеральный Прокур И ничего не изменилось У меня вопрос У меня к вам вопрос Я ваше извращение Один вопрос Ален, скажите пожалуйста Господин Юсунюк Господин Аваков Господин Турчинов Ставленники Ведь вашей партии Это партия не моя Во-первых Хорошо Давайте Мы же не будем Определять Вы молодой чел Вы молодой политик Я молодой политик Давайте Не лицемерить Давайте я вам честно Ответить Давайте Вы Это представители Вашей партии В тот момент Когда Юлия Владимировна Ишла на президентские выборы Она громко сказала У меня есть на кого Опереться У меня команда Которая лучшая Сейчас в Украине В тот момент Эта команда Не провела Ни одной реформы И до сих пор Эта команда Не провела Ни одной реформы Тогда они были Командой Юлии Владимировны Сейчас они фронтовики Ваша структура Постоянно делает предателя От вас все время Паркнов от вас бежал Скажите пожалуйста Может что-то в структуре не то Может хватит обвинять всех Ведь вы были в коллекции Ваша партия была Можно я вам отвечу Вы уже задали вопрос Больше 10 секунд Ваша партия была в коллекции Я задам вопрос и закончу Так вот у меня к вам вопрос Когда вы говорите Вернуть косяку Не вернуть косяку Надо вернуть по закону Надо Не надо по закону Закон должен быть один для всех Однозначно Это называется конфликт интерес Можно начинать отвечать Я так вот Скажите Почему вы постоянно задаете вопрос К одному другому А не проще ли разобраться В своих однопартийцах Которые были И понять Что-то неправо В саму украинской Уже как и вам три вопроса Давайте задеваться Спасибо Все очень неправильно В украинской политике Но Партия Юлии Владимировны Тимошенко Была единственной партией Которая провела открытый отбор И взяла двух человек Меня и господина Алексея Рябчина По открытому конкурсу Кандидатуры присылались До 100 человек Из ассоциации выпускников Закордонных университетов Вы можете это посмотреть И отобрали нас По открытому конкурсу Это было впервые в Украине И я туда иду Имея какие-то реформы Наработанные по прокуратуре По государственной службе И по державной службе Мы уже работали не раз Если бы не избежал Турчинов А там были остальные Глядейшие и конкурсов бы не было О том, что нам нужно там делать К сожалению Партия Баткевичина была единственная Которая нас позвала К сожалению И вы знаете, мы уже сказали Мы уже сказали о том Что мы будем, как молодые люди Сотрудничать не только С нашими однопартийцами Как вы их называете Мы уже провели пресс-конференцию Спасибо То есть вы тоже можете Случшить Баткевичину выйти Нет, мы сказали Что мы будем сотрудничать По тем реформам И по тем законопроектам Которые наработаны нами И реанимационным пакетом реформ Мы будем их поддерживать В независимости от того А если это будет идти в разрез линии партии Что вы будете делать? А это не может противоречить А тут мне кажется Линия партии Любой партии Должна быть на реформы Иначе вынесут этот Хорошая фраза прозвучала Пакет реформы 25 лет я слышу Пакет реформы Не понимаю, что это за турб Я хотел сказать У меня была дверь ремарки Во-первых Да, всем хорошо прикрываться законом И говорить, что раз закон об открытых списках не приняли То не надо списки открывать Вот говорил господин Береза Про то, что иллюстрации нужно начинать с самого себя Покажите мне хоть одну партию страны Которая бы сказала Нам плевать, какой закон Мы возьмем и открываем свои списки Не важно Вот эти партии Они хотя бы заслуживают К ним уважения Своим поступком Они говорят Мы идем на большее Чем предусматрено за закон А те, кто неудобно прятаться За закрытые списки Они за ними прячутся Вот и все разница У нас есть все Вторых политиков Вы это знаете Вот и все разница Молодец Знаете, все парни, которые не вали власти Когда вы были власти Вы не знаете Время прячутся Время прячутся Время прячутся Время прячутся Время прячутся Свобода это сделала пеш Это не три партии, чтобы пырла А где эти партии еще тиждень Тому свыла И мы не могли разобрать Завданный список Нормально А вторая ремарка А вторая ремарка, ребята Ребята, вот если честно Я с огромным уважением отношусь К тем, кто пытается Вот пойти в парламент Что-то сделать Но странные вещи происходят То журналисты, которые Пошли в парламент Говорят Ну мы как бы вроде бы с ними Но если что Мы тут сами пасибы Надо сейчас в парламент прийти Сейчас вторая группа молодых политиков заявляет Мы как бы типа с ними идем Там с Баткисиной Еще кто-то Но у нас там типа свои интересы Я бы сразу на месте этих Баткисин И всех остальных партий Подождите, ребята Так вы с нами Или ради чего А игра в самом начале была неправильна Знаете почему? Вот вы говорили, что вы с Майдана пришли А у вас нет поддержки Да помолчи Поддержки нет, так? А почему нет поддержки? Почему вы, Мусеи и другие по квоте Майдана Вам не... Да я не по квоте Майдана Подождите, подождите Ну хорошо Никто не защищает Потому что все, кто был на Майдане Разбрелись по разным партиям Надо было одну партию Майдана создать Новую, мощную партию Десяток Никто не хочет Сейчас революция В революцию можно было Как раз и такую партию делать А каждый, каждый туда, туда Просочились и прочее И вас, подождите, секунду И там вас схавают Переварят там вас Со всех квартир Единственная реформа, которая запустилась Реформа высшей осветы Запущена министром поклонки Майдана Единственная в этом уряде реформа Вообще, я считаю, вы знаете Может такое радикальное Я не радикал, но радикальное мнение Вы знаете, мне кажется, что Нужно частично звать иностранцев правительства Вы знаете, прибалты это сделали Грузины эти сделали Нам нужно осознать, что мы на сегодняшний день Не готовы бороться с коррупцией тотальной Коррупция нас побеждает каждый день И нам нужно признать это И сказать, ребята, вы знаете У нас есть украинцы Живущие за границей Которые получили образование Которые имеют все навыки, знания и так далее Мы этого сделать не можем Вы не помните Я считаю, надо стране дать еще один шанс И в этот парламент должно зайти 70% новых людей И тогда поверьте мне, будет все по-другому Пока другая картина А в 70% А прямо чтобы 95% А на 300 человек Из днешнего парламента баллотируются в новый парламент Треба прийняти приклад с Израилем Там четко сказано Який на себе Який 78% украинцев 78% в парламенте Все інші Так как в Израиле Берем приклад с кращих А не с гирших И все Тому Это подождите, пана Вадима Я же не радикана партия Не махайте руками Я же ответ Справа в том, что Откли мы говорим, что мы иноземцы Ви взагалі послушайте Это сидит людина Я не хочу ображать никого Но была нормальная людина С нормальным призвищем Лисица Став лисица Розумієте? Тобто Від свого Відмовлятися Свирис Петрович Голосвастов И закликаем Иностранцев Давайте сюда Але вибачте Нам є Наши люди Виезжают Наши люди Виезжают за кордон И будуются бы так Нам створить Требомовы для украинцев Украинцев Треба повернуть сюда И так працюють в Украине Поверніть Украинцев За кордону сюда Дайте им Можливість працювати Дайте им Можливість працювати Вы же допируете всю владу Вы же не даете Можливість працювати Расскажите Буду даєте им Можливість працювати Все Просто-напросто Далиште позиції Идіть Підпочиньте Пожалуйста Зараз за кордоном Так Украинців Більше 20 мільйонів Нам потрібно Молодим політикам Іншим Хто хоче допомагати Молодим політикам Так Я також молода людина Яка має свої бачення Яка Має певні цілі Яка хоче робити Певні реформи Для країни Чого досі Непроголосований Я перепрошую Я перепрошую Чому сьогодні Непроголосований закон Про антикоррупцію Закон Про прокуратуру І інші законы Чому Ви приношуєте Сьогодні професіоналів Який є в Україні Дійсно достойні професіонали Але які не хочуть Іти в політику І владу Займатися тим бродом Потрібно Щоб прийшли Нові люди Які готові Себе віддати Дійсно народу України А не певним Яким з олігархам І кланам Розумієте Ми вже це мали Знесли Ми двох Я не думаю Ви зверху Нову кланову систему Треба боротися за Україну Тому що на сьогоднішній день Більшість народних депутатів України Розглядають Україну Як бізнес-проект А живуть в Ніцях В Монако В Лондон А не хочуть жити на цій землі Не хочуть цю землю передати нашим начаткам Такою, як вона їм досталася Вена і так далі В Москві живуть А нам треба землю для наших начатків передати Нашу рідну землю, українську Ну, Алексей Шуфрич едет Шуфрич едет Режиссерская група Шуфрич едет Мы его ждем И даже не уходим на рекламу Поэтому зрители не переключают Программу «Черная зерка» Так, вы знаете Алексей Вот заберите, пожалуйста, микрофон Если вам не трудно У Борислава Сзади вас сидит профессор Олег Соскин Національну Академию управления По-моему, единственный человек Который почти не говорил сегодня Один раз только Что-то такое Было такое эмоциональное выступление В адрес Борислава Березе Дуже цікаво тут спостерігати За цими, як би, речами Ну, шоу чи дискусія Мабуть, і те інше Але хотілося би Ну, так, як я розумію Презентувала, що буде розмова про реформи От, ну, правильно Три тижні залишилось, так На сьогоднішній день Фактично, країні понизили рейтинг борговий До 2С Далі йде С, а потім Д Д Д це дефолт Отже, якраз ті, хто прийдуть 26 От борются зараз всі за місця Вони прийдуть якраз, коли буде вже дефолт От, це перше Друге, я хотів би почути Як ви будете на це реагувати Як вирішувати питання Друге, дивіться Скажемо, ну, от є керівник Нацбанку Гонтарева, так Вона роздала за свої 3 місяці 23 мільярда рефінансування І в цей же період Яценюк, так Він роздав З Мінфіном Видав ОВДП Понад 120 мільярдів гривень А Гонтарева скуповує ці ОВДП Хоча немає права цього робити Таким чином, як ви будете це розвантажувати Фактично, золотих запасів нема Гонтарева купила напряму Придала НАК нафтогазу 1,7 мільярда доларів золотовалютних запасів Золотовалютних запасів Зараз залишилось десь 14 мільярдів доларів Це вже все, каже Крокодили літають, але так низенько-низенько Отак Гонтарева літає, низенько-низенько Давайте скажіть, будь ласка Може Верховна Рада Сьогодні її ж згвалтували, коли Гонтарева призначили Порошенко ж сказав Я за неї відповідаю Ну треба вже відповідати Знімайте її негайно Тому що вже нема чим вам буде Верховній Раді Зарплату навіть по 6 тисяч платити Будете туалет обклеювати цей гривні Вона нікому не потрібна буде Як фантики Наступний момент Олег Ігоревич, извините, що я вас перебиваю Не може Путін зупинитись на півдорозі Йому нема куди зупинятись Тому ми ж з вами підійшли до того, що проєкт посткомуністичної України, республіки, вичерпаний Чому ви про це не говорите? Що нам потрібно, як балтійські країни, як Польща, мабуть, говорити про те, як Франція зробила в свій час Потрібно говорити, що ми є спадкаємцями, правонаступниками Української Народної Республіки Тоді ми назвемо свої речі своїми іменами Про те, що ми були в окупації Що Україна була частиною Російської імперії Що ця, якби, логіка не перервалась, вона залишається Що вони забрали в нас сьогодні 12% території і 20% населення Ось про це, чому ви про це не говорите? Той парламент, який прийде, вам же це доведеться вирішувати, шановні мої Ми з реформами простими розібратися не можемо Є такий геополітичний плаць огромний Хто готов відповідати? До речі, зовсім зникла тема у продовження теми Соскина Зовсім зникла тема радянських активів перерозподіл Чому про це не нагадується? Ну, тоді ще золото полуботка можна вспомнить Пане Олеже, не дали часу І я знаю, що, мабуть, він погодиться з нашою точкою зору Що ми взагалі всю Україну маємо перебудовувати Під те, що ми маємо пам'ятати, що у нас є північно-східний сусід Зі своїми поглядами на нашу територію, не на нашу країну Він нашої країни не бачить І ми починаючи від виховання дитини і закінчуючи економікою І не тільки економікою Ми повинні чітко розуміти, що ми, знову-таки, я вибачте, чомусь ви зараз повертаюся до Ізраїля Але ми, правда, ми маємо жити постійно, як живий Ізраїль В оточенні ворогів У нас фактично зараз тільки західний кордон І то, і Угорщина, і Румунія є претензії до нас Розумієте, ми живемо в оточенні тих країн, які готові, якщо ми слабі Слабі, висунути до нас претензії Як територіальні, так і будь-які інші І тому ми повинні стати сильними І ми повинні, наприклад, я дуже хотів, шановні людині з Америки, задати питання Як американське суспільство зреагувало на те, що Америка відмовилася від виконання Будапештського меморандуму Як гаранти, це вперше в світі, країна добровільно здала ядерну зброю І їй надали гарантии територіальної цілості, які порушені І мені цікаво... Якщо ми, от Свобода декларує, повернення ядерного статусу Полний замкнутий цикл Я так думаю, що американське суспільство моментально на це здравовує Тоді ми маємо брати високоточну зброю Ми тоді маємо сказати, добре, у нас немає ядерного зброї Але тоді допомагайте нам тих вилогів Александр Борисович, ну була б у вас зараз це кнопка, ви б її нажали А чому ми говорите? Ну було б у вас зараз в руках ядерне зброю, і що? Дуже просто У Лукашенка, я вам прошу, у Лукашенка 10 ракет, 10 Причому які з Росії кнопки запускають Але їх не анексують Розумієте, що таке ядерна зброя? Це загроза світу І ця загроза є стримуючим фактором Значить, ну була б Україна цим зброю, ви б нажали Ми не ответили, щоб були існували Я власне зброю, я всім відповідаю У збори є кнопка, ви її нажимаєте? Що-що? У збори є зуступ кнопки, ви б її збросили на Москву? Не Росія б не полізла б Розумієте, не полізла б прямо Вона б підтримувала сепаратистів Але не вводила війська Ми реально перемагали Ходить в Коскодивіде, розумієте? Знаючи, що ми нічим не відправимо Мені половина Білоруси вже зброю на Росії Несмотря на ядерну існувати Можна в ясну смісти Ну то було Але є режим нераспространення ядерного оружію Глобальні игроки роблять все, щоб не було ядерного Росія Ніхто не даст Україні Ну забудьте Так вот, перше, второе Надо быть сильними Ну как быть сильними? Ми не можемо бути в осадженій крепости, ми не Израїль У нас не 8 мільйонів, а 46 мільйонів Послушай, 46 мільйонів І Ізраїль, чому такий? Тому що ми штатами допомагають Ізраїль, перше місце по допомогі американської Для цього треба мати єврейське лобби Українське лобби в Конгресі Ребята, о чому ви говорите? Не будемо ми ми Ізраїлем Єгиптом будем А почему не Єгиптом? А почему не Натинська Америка, де военні правят? Ну що? Це треба ще мати єврейську культуру Понимаєте? Єврейську ідентичність Тому я ще раз хочу Наша сила в открытості должна бути І Западу, і Востоку і т.д. Ми должны бути не краною форпостом, а краною форпостом А краною форпостом На жаль, історично ми є країна форпостом Нажаль! 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 Не треба не робити себе форпост Не треба у себе крепость робити А люди не роблять! Це Росія з нас форпостом Треба розуміти Але яка політика? Нас Росія знищити немає Нам треба Вимагати Щоп, 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 щоп Щоп, щоп, щоп! Щоп, щоп, щоп Смарт-пауер можна бути Умна власть можна бути У нас Право в том, что соседство обязано, что вы нам дополнили. Почему это произошло? Потому что была действительно политическая воля самих греков, плюс понимание ситуации Европы. Европа понимает, что Украина не сможет отдать деньги. В Европе не нужны дальнейшие проблемы экономические здесь. Для этого должно быть сильное правительство в Украине, которое бы защищало украинские интересы. И с помощью этого, с помощью лобби, которые Украина использует, с помощью определенных экономических, политических и личных контактов мы можем добиваться списания долгов. И с помощью этого мы можем выйти из столь опасной зоны, которую говорил сейчас господин Соскин. Он прав, действительно. Но для этого надо использовать свое политическое влияние. Хоча бы призначити послев до 23-х грамм, а Достин из Руба президента. Я согласен с вами. В первую очередь надо. Но для этого надо желание. Политическая воля. И самое главное. За все время, за последние... Давайте честно говоря, 7 месяцев все рассказывали о реформах. И первый, кто заговорил о реформах, был министром ВД, он сказал, что надо жестко реформировать, переименовать милицию в полицию. Сущность останется та же. Разницы никакой не будет. То же самое и всем остальным. Даже смешно может получиться. Да. Не скажите, если посчитать, какие деньги будут потрачены на переименование, кто сам сядет на этих потоках, кто заработает на этом деньги, то будет не смешно. Это будет грустно, да. Согласен. Так вот, чему я хотел сказать, что для начала, за 7 месяцев дальше, чем разговоры о реформах, ничего не было. За 7 месяцев мы не увидели никаких фактов. И за 7 месяцев, и за 7 месяцев мы не увидели никаких разговоров с иностранными нашими партнерами, международными партнерами. Да, вот, кстати, хорошая тема. Польша списали, Греция списали, Португалия, Италия. Почему? А коррупционному уряду не можно списывать. Так вот, почему я и говорю. Не мое такого много момента, разумеется. Там не в том, что, господа, только, Таталья. Только, Таталья, только если Европа и Америка увидят, что действительно началось реформирование. Только при этих условиях с нами будут разговаривать. И иначе вариантов нет. Спасибо. Но все равно Надежда на опитание долгов очень слабо. Нам не нужно никакой, если всего 5.5. Я как раз хочу ответить на ваше... Я как раз хочу ответить на ваше запитание, чему там США недостатньо робит, або не допомагает, да? Ну, чему він не гарантировал, не выставил гарантов. Суспільство на те, что уряд не был гарантом нашей территориальной цели. Я вам напоминаю, что они могут нам допомагать далеко, чтобы общество не умерло. Я это вопрос задавала как раз международным экспертом. И что мне говорят как раз эксперты из США и из Великобритании? Они мне говорят, что они не могут быть больше украинцами, чем мы самим. И не могут быть больше украинцами, чем наш президент и наша влада. То есть, когда они вводят санкции против России, мы санкции так и не ввели, да? Когда они, например, называют эту ситуацию войной, а мы, до сих пор, не называем эту ситуацию войной. Извините, пожалуйста, вы все заболтали и пропустили очень важный вопрос Олега Ивановича, нашего главу, уважаемого профессора. Как вы зимовать эту страну? Как вы эту страну в зиму проведете? Имеет вопрос, что вы заболтали всего 15 миллиардов до 14. Дуже просто. Знову таки, дуже просто. Мы декларовать одияты. Это не гасло. Дело в том, что у нас есть все для того, чтобы начать действовать. Повторю, это можно назвать гаслом, чем угодно. Но политическая воля. Вот сказали, мы завтра начнем. Або сегодня, або через минуту, або вчера. У нас нет. У нас есть просто желание. Я же говорю, у нас абсолютная декларация. Вот мы это отменили, это закрыли. Суть-то не поменялась. Система не изменилась. И действительно, поэтому свобода, разом с ударом, сделала все для того, чтобы негально перебрати этот парламент. Потому что реально, те люди, которые в нем были, регионалы, они вышли из партии регионов. Но партия регионов из них не вышла, как каже Кошулинский. Понимаете? И они будут торпедовать все эти речи. А очень просто. Обираем парламент, обираем уряд, призначаем. И жестко контролируем. Вариантов нет. Потому что нам знают. Тароль, закрой! Олигарки, предыдущие к вам! Дивите, это очень просто. Або мы, або мы, або мы, або мы, або мы, або мы очень четко показываем, что мы знаем, что делать, а не декларируем. Або мы тогда остаемся голыми и босыми, и уходим в зиму и замерзаем. Вариантов нет. Но общество должно все это контролировать. Понимаете? Потому что это смертниковая люстрация. Почему она появилась? Потому что люди, запись общества, есть надея. А дей нет. Понимаете? И точно так будет в уряде, и в усьом. Вот и все. Я тут два варианта. Я не забыть. Сейчас, Александра Владимировна, я буквально два... Тут два варианта, может быть. Либо мы переходим на экономический режим тотальной свободы, свободы предпринимательства. Тогда люди будут бегать не люстрировать по мусорникам, а будут работать, зарабатывать деньги. Либо режим экономической диктатуры. Так ведь это равно политичная воля, правильно? Подожди. Либо режим экономической диктатуры. Вот два варианта. Либо либеризовать политику открытых дверей, занимайтесь бизнесом, банки кредитуют, малый бизнес. Совершенно демонополизация, конкуренция и ставка на средний бизнес. Либо режим экономической диктатуры. У нас два варианта. Все. А немає не того-не того зараз. А вот что мы ведем? А вот остальные... Немного змінити нормы ДБН, я абсолютно серьезно. Для того, чтобы люди могли встановлювати буржуки. А влада великих и маленьких мест мають зробити зараз. Про всяк випадок, дай Боже, не знадобиться. Склади вугилля и дрив. Бо якщо этого зараз не зробити, и ляже система, а она может лягти. Это уже натуральный обмен, но это уже не можно. Не, 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 ну слушайте. Не надо, это все. Это фильмы 18-го года. Это уже натуральный обмен, уже держава. А падает, ну пани Александр, ну на сходных областях зараз же падает, регулярно электрика падает. А едет к нам господин Шуфер. И все. Ну вы знаете, вы знаете, еще падает напруга. Зараз регулярно падает напруга. Я буду запалюватися. И вон там. Все правы. А на Троеччине до сих пор нет горячая вода. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Алистар, есть проблема по клещу в Запорожской и Христовской областях угляни. Алистар, я... Секундочку, я просто отвечаю на ваш вопрос. Вы спросили, едет ли к нам господин Шуфрич. Вот мне все время режиссеры обещают, что он едет, что мы его ждем. Может не выйти, чтобы он появился? Это такой, знаете, как у Самуэля Беккета есть роман знаменитый «В ожидании года». Вот мы как герои этого романа. Я не знаю, что думает господин Шуфрич. Схожая мысль. Верните же за власть. Дыжник. Дыжник. Презортированно. Так мы... Вы сядьте. Вы сядьте себя сначала научиться, а потом я вам буду давать слово. Визитерская группа, ответьте мне, пожалуйста. Едет к нам господин Шуфрич? Сядьте, пожалуйста, на место. Едет. Едет, ждем. Едет, ждем. Вот, едет, ждем. Представляете себе? Мы не джипеицы. Там еще вы не едете, а что он говорит? Еще механизмы выхода. Зима. Меня интересует зима. Зима, да. Меня интересует зима. Меня интересует то, что интересует простого зрителя. Еда, тепло в доме, тепло в ребенке в школе. Хорошо, вот я хочу, господин Шуфрич, послушать. Как насчет зимы? Касательно еды, я думаю, что мы будем обеспечены на 100%. То есть проблем с питанием у нас в стране не будет однозначно. Мы в этом году соберем достаточно хороший урожай. Он будет ниже, нежели прошлогодний. Это проделание 58-60 миллионов тонн зерновых и масличных культур в общей сложности. Поэтому, в принципе, переживать за то, что нам нечего будет есть зимой, я думаю, не стоит. Более того, сельское хозяйство, как я уже говорил ранее, займет однозначно первое место по экспорту основных культур. Поэтому это будет основной доход также наших валютных сбережений в стране. Я думаю, что в принципе переживать нет смысла. Конечно, очень много вопросов возникает касательно цен. Естественно, связанность с девальвацией, поднятием цен минимум до 10-15% зимой для продуктов питания нужно ожидать. Но в общей сложности я не вижу больших проблем. То есть мы перезимуем, нормально все будет, не переживайте. Не нужно паниковать, все будет нормально. А стопливы? Сыто, но без горячей воды, да. Мы уходим на коронавирусскую политическую рекламу всего лишь несколько минут. И мы снова вернемся в эфир «Черного зеркала». Надеюсь, Суфричем. Годом. Который. Я тоже надеюсь. Спасибо за аплодисменты, друзья. Редакция программы «Подробности» представляет заключительную часть очередного выпуска нашего политического ток-шоу «Черное зеркало». «Черное зеркало» сегодня у нас, как заметил мой коллега, помогает мне сегодня наш ведущий программы «Подробности» Алексей Лихман. И он получается немножко кривоватое. Кривоватое. Или облупленное, не знаю. Но как-то вот здесь очень много людей говорят и очень мало друг друга слышат. Я напомню, уважаемые зрители, что перед рекламной паузой у нас выступал представитель крестьянской партии «Удар» Владимир Хоменко. Потом слово взял эксперт по агробизнесу, простите, заступ, крестьянской партии «Заступ». Оговорка по Фрейду, извините, ради бога. Вот крестьянская партия «Заступ». Слово «Заступ» здесь ключевое, потому что потом председатель украинского клуба агробизнеса Алекс Лисицев взял слово и сказал, что вот какая интересная история у нас в Украине получается. «Картошку сажаем с помощью лопаты, а могилу роем заступом». Такую шпилечку в ваш адрес отпустил. Я обещал вам дать слово, чтобы вы продолжили вашу глубокую мысль. Спасибо большое. Вы знаете, у меня вообще большие сомнения касательно того, что... О, простите, я забыл же, у вас же нет микрофона. Да, вот так. Агрария всегда безмикрофонная оказывается, в конце концов. Без лопаты, без заступа, без микрофона. Да, и без партии еще в парламенте пока. Но суть не в том, что вы знаете, у меня очень большое сомнение, что партии, которые собираются идти в парламент, они вообще готовы делать будь-либо какие реформы. Вот вы можете представить себе люди, которые сидят и дискутируют о чем-то невнятном, люстрациях, еще каких-то вещах. Они готовы спасать страну от дефолта. Они готовы смотреть на вещи прямым нормальным взглядом и говорить, что ребята, вот давайте сделаем то, то, то. Я, допустим, не верю в то, что депутаты, идущие сейчас в парламент, готовы жить на зарплату в 6 тысяч гривен. Но не верю я в это. Простите, а можно уточнить? Можно уточнить? А вот вы партии заступ рассматриваете как партию, которая будет представлять в парламенте ваши интересы? Вы знаете, ну на сегодняшний день мы так рассчитываем, что где-то человек 30-50, вот аграрии, взойдут в парламент. Будет ли это заступ, будет ли это приступ, нам, честно говоря, все равно. Ну, главное, главное, чтобы отстаивали интересы аграрного сектора. А аграрного сектора на сегодняшний день есть масса проблем. Хотя и аграрный сектор занимает первое место по экспорту продуктов и услуге Украины в этом году. И там занимает, вот все говорят о нем, там, мы что-то где-то добились, мы там экспортеры, мы там все, миллиарды. На самом деле масса, масса проблем. Первая проблема, это абсолютно непонятная аграрная политика. Вторая проблема, это сумасшедшая коррупция, и они в прошлый раз говорили. Третья проблема, это то, что на сегодняшний день... Можете повторить. Вот, повторю, 1200 гривен на гектар на сегодняшний день собирают на всех элементах, и это не только минагрополитики, это залезные ци, это минэкологии, это минюз, это, ну, и налоговый, и все. Это взятки, это говорим о теневых деньгах. Это все коррупционная составляющая, которую мы называем профессиональным языком транзакционные издержки. Ну, экономисты любят такие вот фразы красивые, да, это у нас идет вот такой фразой. На самом деле, никто этим не занимается. Вот коллеги говорят, что 8 месяцев мы проводим реформы. Где эти реформы? Вот кто их видел, эти реформы? Ну, покажите вот такую реформочку. Ну, вот сегодня мы говорим, что мы там провели реформы. Мы говорим вам про то, что реформы не проводятся. И мы цитуем, а на ведь премьер-министры. А, подождите, вы послушайте своих премьер-министров. Они же на всех плакатах заявляют, что они там сегодня провели 8 реформ, 12 там законов протянули, еще что-то. Где оно? Вот вы понимаете, я почувствую реформу тогда, когда я, а, плачу меньше, коррупционных нескольких, б, зарабатываю больше, и, ц, все получают благо. Вот тогда это реформа, понимаете? Вот тогда я об этом заявляю на всю страну. А сейчас это не реформа, это обдираловка идет. Это чистой воды обдираловка. Притом всеми партиями, без исключения, которые присутствуют в нашем украинском парламенте. И тут нет большой разницы. Еще раз говорю. Я вам добавлю еще одну вещь. Романдянская позиция на мае в администрации президента. Вам все дают, что паники уже. Самое страшное, что происходит, что сейчас, на сегодняшний день, вертикаль, которую отстроил Виктор Федорович, и станал к вам еще раньше работал, а по взмашке руки, она же не срабатывает. Поэтому зачастую приходится... А вас влаштовал Янукович. Я не про это говорю. Я говорю про то, что на сегодняшний день мы платим тричьи больше. Правый успех. Вот вы вырешиваете проблему. Вот эта проблема есть, она существует, все про нее говорят. А что Наталка у нас пока что в парламенте не заседает. Я не могу с вами лечить сборы. Вот то, что я провела для вас, убрала сертификацию зерна и зернохранилищ. Насколько я сэкономила? Они платили в среднем, участники рынка платили 350 миллионов долларов на год взяток. Я ликвидировала два дозвола, но это только начало. И мы сейчас сидели и говорили о том, что нужно сразу после выборов садиться с играриями и выписывать пошагово сборы. Потому что вчера в Одесском порту я спросила, как шел экспорт зерна. Мы же убрали вот эту взятку. Они говорят, не волнуйтесь, фитосанитарный контроль придумал новую. Поэтому эти выдумки идут постоянно. Вы начали передачу с замечательной примера, что прошел форум... А почему нужно было после выборов этим начать заниматься? Нет, мы этим занимаемся. Сейчас я пишу, я пригласила представителя ассоциаций. У нас другие ассоциации. Казаченко работает и Мировой банк. Мы сидим уже третий месяц, пишем следующий, второй закон. 113 дозволов отменили и дальше пишем. Главное, чтобы правительство новое не придумывало. А Ясенюк это поддержит? Глава правительства? Я могу сказать, что вот все эти законы, которые мы готовили, да, однозначно, их поддержит. И сокращение дозволов, и убрать схемы по коррупции, потому что все прекрасно знают. Я хочу сказать самый главный... А почему это 7 месяцев не было делать? Почему поддержат все? Можно я сейчас скажу? Почему поддержат все? Замечательно поддержали Украину после Майдана, начали давать деньги. Вы не сказали самую главную фразу, которую вчера на форуме сказали и президенту, и премьеру, иностранные инвесторы, и институты, которые финансировали Украину. Кроме того, что они сказали, что нет реформы, коррупция, ничего не изменилось. Они сказали, господа, мы вам приостанавливаем финансирование, а на те деньги, которые даем, ставим своих смотрящих. То есть они, самое страшное, что сейчас произошло, нам до своих представителей, тех финансовых организаций, которые будут следить, куда используются деньги для Украины. Это серьезнейшее, самый страшный удар. И подтверждением этому сказала госпожа Меркель. Страшный удар по кому? Страшный удар по имиджу страны. Почему? Потому что нам не верят, что мы честно используем средства на проведение реформ. И госпожа Меркель подтвердила выступление. А вы довольны такой постановкой опроса? Подождите, я хотел бы Оксану. Господа Меркель обусловлено. Она впервые сказала, что после выбора Украина первое, что должна заняться борьбой с коррупцией и борьбой с олигархатом. И нам никуда от этого не деться. Понятно. О, замечательная точка. Пожалуйста, Оксана, вы хотели возразить, я так понял. Я считаю, что если мы сегодня на правительственном уровне не используем эффективно деньги, которые дают для развития экономики, значит надо эти деньги использовать эффективно. И если для того, чтобы нам мир помогал, необходимо, чтобы мир эти деньги помогал, то еще раз, речь не идет о смотрящих. Речь идет, насколько я понимаю, о программе. Речь идет о программах, которые определяются на финансировании тех или других направлений. Например, я хочу сказать о чем. Вот сейчас мы обсуждали агробизнес. Мы провели, мы смогли провести уникальный европейский закон, который определяет абсолютно новые требования по производству продуктов питания. Это касается каждого гражданина Украины. И вместе с тем это касается производства и экспорта украинского. Но теперь для того, чтобы заработал этот закон, который внедрил европейские нормы в украинское законодательство, нам необходимы целый ряд законопроектов, не законопроектов, а нормативных актов, на разработку которых нужны деньги. Так вот, если эти деньги будут даны европейцам, и они будут потрачены именно на такую разработку, которая даст возможность экспортировать и зерно, и самое главное, готовую сельскохозяйственную продукцию, что создаст и зарплаты людям нашим внутри, и безопасные продукты питания, европейские продукты питания, я за такую поддержку. Понятно. А вы что на это скажете? Удовлетворяют вас такие ответы? Конечно нет. Нас абсолютно не удовлетворяют такие ответы, потому что по большому счету у нас на сегодняшний день есть пять основных проблем, которые не хотят решать наши политики. Это система налогоблажения в украинском сельском хозяйстве, это система земельных отношений, это коррупция, это образование и наука, и пятая система... И это не только в сельском хозяйстве, это вообще в экономике в целом. Ну я говорю о своем, да, пока вот, как бы, о нашем колхозном деле, у нас вот такие проблемы есть, и их никто не хочет решать на сегодняшний день, к сожалению. Ну и количество контролирующих органов, раньше их было около 508 в сельском хозяйстве, которые там контролировали весь процедурный процесс, сейчас, да, вот действительно, я согласен с госпожой Кужель, их стало вдвое меньше. Слава тебе, господи, их около 200, но тем не менее их много. Ну а 50-го у них, если не больше. Скажем, в средней европейской стране их сколько? Около 18. Около 18. А сейчас у нас около 200. Около 200. Совершенно верно. Пожалуйста, Александр. Но там еще брюсеник. Вы сидите, пожалуйста, только на месте. Нет, я стою. Сядьте, пожалуйста, вы создадите проблемы нашему оператору. Мне не зручно, когда девчата... Ничего страшного. Справа в том, что, на жаль, бачите, мы чутко бачим, что действительно 23 дни остались до парламентских выборов, потому что раптом зазвучало слово «я». Паня Александра, вы одна автор этого закона? Секундочку. Вы знаете, что вы не одна. Паня Александра, вы одна голосовали в зале. Вы не одна. Паня Александр не проголосовал парламент, это абсолютно не было. Они не тихо. Они не тихо. Сертификаты. Они европейские сертификаты требуют. Они те, кто скасывали. Они требуют евро номеров от наших предприятий, которые вырабатывают на сношенку. Я не говорю, что это плохое. Я говорю, что есть на сегодняшний день. На сегодняшний день, краяные импортеры говорят, дайте хоть какой-то документ, который засвечит... Европейский документ. Действительно, вам Наталья Грандина говорит, что не требуется. Но мы сделали все, перевернули снег на голову, потому что мы не ввели одно, а отменили другое. И это называется псевдореформой. Потому что, когда ты делаешь реформу, ты эту глинку вынимаешь, ты сразу должен поставить что-то на месте. У нас этого не произошло. У нас сейчас, например, комиссии по ценам отменили, а цукровые заводы, согласно закону, обязаны декларовать цены. И цукровые заводы задают вопрос, кто нам выдаст документ. Если я сейчас начну продавать цукр, я порушу закон. Бо закон есть, инспекции по ценам нет, документа нет. Смотрите, у меня снова маленькая ремарка, не требующая ответа. Снова искривляется зеркало. А у меня и комиссии, меньше людей власти, выступает фактически как оппозиция на сегодняшнем программе. Голосует против решений уреков. А каких реформах вы у власти? А выступайте как ярый оппозиционер. Правильно, потому что мы свободно в оппозиции до дурных решений. Свобода, не до министра. Министр не приезжает в оппозицию. Наш министр как раз выступает против тер... Наш министр не выступает на заседаниях капитов. Проти этих решений голосует против. Поднимает эстонограмму и дивится. Все больше напоминает, кто громче, то ты прав. Реформировать нужно. Поймите, у нас сейчас тришкин кафтан. Тут отрезали, сюда перешили. Борислав, я перебью. Давайте про реформы. Вот сидит девушка, начинающий политик, один из немногих представителей нового поколения. Вот вы у нас представитель нового поколения политиков. Вот она, представитель нового поколения. Рабеет. Вот даже когда в какой-то момент начались страсти совсем накаляться, она просто встала и отошла. Да, Ален, пожалуйста, вы давно просили слова. Да, спасибо большое. Но я уже забыла на самом деле тему передачи. Если можно, я вернусь немножко к рекламам. Мы все уже забыли. Да, то есть на самом деле мы здесь вот на панели были согласны в одном. Да, хорошо, хорошо. Сегодня день оговорок по правилам. На панели дискуссии. Как-то так негативных не возникает. Мы привыкли в другой среде пользоваться этим словом по-другому. Не волнуйтесь, господа, знаете, каждый все понимает... Слушай, секундочку. Каждый понимает все в меру своей испорченности. Спасибо, я вот... На самом деле панелью называется панельная дискуссия. Это когда в рядок... Спасибо вам большое. ...на конференции сидят умные люди и на какие-то темы умно говорят. А те, кто не умные, те по этому поводу... Поэтому вот единственное, с чем мы были согласны, это в том, что для реформ фактически нужна только политическая воля. Да, это сказали вы, это сказали вы, это говорю еще раз я. Политическая воля не подразумевает даже на сегодня парламент. А парламент очень важен. Но у нас есть генеральный прокурор, у нас есть помощники генерального прокурора, у нас есть президент страны, у нас есть премьер-министр, да, которые должны принимать эти решения, должны не обещать, а должны делать. И я вот очень прошу всех в студии посмотреть реально на действия, проанализировать активные списки. В принципе, можно было бы начать бороться с коррупцией, изгонять из органов власти ни в чемных людей, без всякого закона и иллюстрации, правда? Но к этому борьба с коррупцией не сводится. Надо теневую экономику уничтожить. Мы же сам коррупция. А в законовой парах это что, не коррупция, коррупция? Давайте проанализируем то, что уже было сделано. Давайте не анализировать первую. Забивайте девушку, я вас выведу. Я за девушку и горой буду стоять сегодня. Спасибо. Она не употребляет все это и номер. Списки... Смотрите, мне как представитель нового поколения, который привела нынешнюю правительство. Да что ж такое, но я не могу сказать ничего. Дыха. Мне как представитель нового поколения хочется попросить, что впервые мы анализировали не обещания и не декларации. Анализировали списки четко. Списки по депутатам, которые голосовали и не голосовали за 16 сичня, да, 16 января. Анализировали впервые обещания, которые не были выполнены. К сожалению, к моему большому сожалению, президент, например, обещал, когда уже выбирался президенты, сделать открытые списки, да. Этого не было сделано. Президент обещал другие реформы. Этого не было сделано. Давайте смотреть на то, что уже было сделано, что не было сделано, на списки, а не слушать популизм, в конце концов, да, и не смотреть на декларации. Я хочу вас поддержать. Знаете, господин, я... Есть вещи, которые мы не можем передавать в эфир, да. Но, когда потом посмотрите программу, у кого есть дома интернет, или кто вот здесь сейчас хлопает, вернётесь домой и сможете зайти в интернет. Вы найдите в Ютьюбе песню группы Ленинград. Есть такая группа, многие знают. Она называется «Мы за всё хорошее». Вот, к сожалению, программы большинства партий, которые участвуют в выборах, построены, на мой взгляд, извините, по принципу. И агитация ведётся тоже по принципу. Вот «Мы за всё хорошее», да. И против всей... Дальше не могу продолжить, да. Вот, хотелось бы всё-таки, чтобы наступило время, когда появились дискуссии, если это наступит, о содержательных вещах в программах разных партий, да. Потому что в той самой Европе, куда мы стремимся, простите, там, любой избиратель легко скажет, кто за повышение налогов, кто за понижение налогов. Потому что там избиратель другой. Так потому что и партия... Он платит налоги, а не зарплату получает. Послушайте, послушайте. И партии говорят, что мы считаем, что главный... Ну, Биндукидзе говорит, допустим, внятно и чётко, который, между прочим... Подожди, не перебивайте меня, ради Христа, ну, я вас умоляю, а? Биндукидзе говорит. Простите, можно... Простите, а можно, я вас попрошу, помолчать? Очень-очень-очень не люблю, когда мне говорят в затылок, хорошо? Все учат, все учат друг друга, все учат. И можно последнее, да? И ещё мне кажется, что вот все здесь присутствующие или многие недооценивают украинцев на самом деле. То есть давайте не говорить избирателей, давайте говорить украинцам, да? Все говорят, что как раз украинцы, им нравится вот это шоу. Нет, ничего не нравится, я уверена, что люди всё прекрасно понимают, понимают, что происходит. Давайте анализировать конкретные имена, конкретные назначения, там, президента, не президента. Вот у меня, например, с собой документ о том, как было возвращено ПДВ компании Косюка, которая является первым заместителем главы администрации. И в то время, как мы собираем, и люди, и все украинцы собирают на армию несколько, там, десятков или 140 миллионов гривен, если я не ошибаюсь, компании Косюка официально на Моронийских хлебопродукт, где он является собственником, возвращено 365 миллионов гривен за три месяца последних. Вы удивлены? Я удивлена, я наивно удивлена, честно. А кто решение принимал? А решение принимали? Алена, решение принимали, я снова вам напомню, решение принималось с людьми, которыми и ваша партия, в том числе, которых делегировала во власть. Я хочу сделать небольшой анонс, всех прервать. К нам сейчас едет одна из жертв люстрации. Внимание, мне важно сделать анонс, чтобы вас смотрели. Решение принимали? Они отключали телевизор. К нам едет сейчас жертва люстрации, Нестор Шуфрич. Буквально через несколько минут появятся зрители из больницы. Зрителей прошу дождаться, это будет, наверное, ярко и впечатляюще. Просим у него что-то, как чувствуется люстрация физически. Вы знаете, вот вы знаете, в чем проблема, что господину Косюку вернули НДС, заслуженный при его экспорте продукции? В чем проблема? Этот НДС должен автоматически возвращаться к каждому экспортеру продукции. Каждому. Без разницы назвали его Косюк, Лисиша. Ему нужно возвращать НДС автоматом. И никто не должен спрашивать, почему они должны получать свой НДС, они экспортируют свою продукцию, получили НДС и все, не больше. Это странным сектором. Не больше. Автоматом. Почему? Это прописано в законодательстве. Все должны получать НДС экспортеры. Почему мы вообще-то дискутируем об этом? А потому что другие их не получают, а господин Косюк получает. А он с другим. Это вопрос налоговая. Почему налоговая автоматом не возвращает НДС всем? Государственная служба фискальная распределяет НДС. Все равны перед законом. И закон должен выполняться. В данном случае эта ситуация тоже. Я юрист. Я вас поддерживаю на всех законодательствах. А теперь про программу. Вот вы правильно сказали про программу. Я хочу сказать, что наша программа не политиков для села, а села для политиков. И у наших программ. Пожалуйста, всем. Вы не думаете, что я поработаю. У нас не должны быть. Не возьмете хотя бы на полтона ниже, чем последний эфир в этой программе. Я вам обещаю. Прекратите, а. Послушайте. Ярослав. Ярослав. Я вас прошу. Послушайте. И вас тоже прошу. Не вставайте. Не связывайтесь с дискурцией. Мы сейчас с Алексеем просто отсюда уйдем. Мы все пьем. Пожалуйста, прекратите. Я поясню причину запитания. Справа в том, что ПДВ повертается выбирком. И как раз вот тем компаниям, величезным агрохолдингом, интересы которых лобиюет пан Алекс Лисица, воно повертается практически автоматично. А малым и средним предприятиям не можно повернуть. Александр, Александр, донесите я эту информацию. Я страшен в курсе дела. Я страшен в курсе дела. Кто что делает и кто экспортует. Только единственное вопрос, что у нас есть равные, а есть равнейшие. Вот давайте примусим законы працювать. А пока у нас человек занимает посаду, я закончу. Пока человек занимает посаду, раптом законы для нее працюют. Как только человек не занимает посаду, законы працювать начинают для других, которые на посаде. Вот в чем у меня беда. Вот в чем нужно бороться. Александр, у вас был целый генеральный прокурор. И ничего не изменилось. У меня есть вопрос. У меня есть вопрос. Я прошу прощения. Один вопрос. Алёна, скажите, пожалуйста. Господин Юценюков, господин Аваков, господин Турчинов, ставленники ведь вашей партии. Это партия не моя, во-первых, да? Хорошо, давайте... Мы же не будем определять. Вы молодой человек, вы молодой политик, я молодой политик. Давайте не лицемерить. Давайте я вам честно отвечу. Вы, это представители вашей партии. В тот момент, когда Юлия Владимировна ишла на президентские выборы, она громко сказала, у меня есть на кого опереться. У меня команда, которая лучшая сейчас в Украине. В тот момент эта команда не провела ни одной реформы. И до сих пор эта команда не провела ни одной реформы. Тогда они были командой Юлии Владимировны. Сейчас они фронтовики. Ваша структура постоянно делает предателя. От вас всё время Прокнов от вас бежал. Скажите, пожалуйста, может что-то в структуре не то? Может хватит обвинять всех? Ведь вы были в коллекции. А я никого не обвиняю, да? Ваша партия была... Можно я вам отвечу? Вы уже знали, что вы больше 10 секунд. Я задам вопрос и закончу. Так вот у меня к вам вопрос. Когда вы говорите, вернуть косяку, не вернуть косяку, надо вернуть по закону? Надо. Не надо по закону? Закон должен быть один для всех. Однозначно. Это называется конфликт интересов. Можно начинать отвечать? Я так говорю, да. Скажите, почему вы постоянно задаёте вопрос к одному другому? Прошу. А не проще ли разобраться в своих однопартийцах, которые были? Ну так я разберусь с этим, а? Ну так я разберусь с этим, а? Ну вы уже заберете, что у вас три вопроса было, давайте задеваться. Спасибо. Всё очень неправильно в украинской политике. Но партия Юлии Владимировны Тимошенко была единственной партией, которая провела открытый отбор и взяла двух человек. Меня и господина Алексея Рябчина. По открытому конкурсу, да, кандидатуры присылались там до 100 человек из ассоциации выпускников закордонных университетов. Вы можете это посмотреть. И отобрали нас по открытому конкурсу. Это было впервые в Украине. И я туда иду, имея какие-то реформы, наработанные по прокуратуре, по государственной службе. И по державной службе мы уже работали не раз. Если бы не избежал Турчинов, да, там были очень большие потери. Мы туда идем с реально не какими-то представлениями о том, что нам нужно там делать. К сожалению, партия Баткищина была единственная, которая нас позвала. Вот, к сожалению, да. И вы знаете, мы уже сказали о том, что мы будем, как молодые люди, сотрудничать не только с нашими однопартийцами, как вы их называете. Мы уже провели пресс-конференцию, да, спасибо. То есть вы тоже можете случайно из Баткищины уйти? Нет, мы сказали, что мы будем сотрудничать по тем реформам и по тем законопроектам, которые наработаны нами и реанимационным пакетом реформ. Мы будем их поддерживать вне зависимости от того, где мы находимся. А если это будет идти в разрез линии партии, что вы будете делать? А это не может противоречить? А тут, мне кажется, линия партии, любой партии должна быть на реформы, иначе вынесут этот партий. Вот хорошая фраза прозвучала, пакет реформа. Денис, Денис, вы что-то хотели сказать? 25 лет я слышу пакет реформ, и не понимаю, что это за тормоз. Я хотел сказать, что у меня было две ремарки. Во-первых, да, всем хорошо прикрываться законом и говорить, что раз закон об открытых списках не приняли, то не надо списки открывать. Вот говорил господин Береза про то, что иллюстрации нужно начинать с самого себя. Покажите мне хоть одну партию страны, которая бы сказала, нам плевать, какой закон. Мы возьмем и открываем свои списки, не важно. Вот эти партии, они хотя бы заслуживают к ним уважения, своим поступкам. Они говорят, мы идем на большее, чем предусматрено за законов. А те, кто неудобно прятаться за закрытые списки, они за ними прячутся. Это все разница. У нас есть все, мы старых политиков не канале, вы это знаете. Вот и все разница. На это все партии, которые не были власти. Когда вы были власти, тогда можно пролить все. А где эти партии еще тиждень-то узвыли, мы не могли разобрать обновленный список. Нормально. А вторая ремарка? А вторая ремарка, ребята, вот если честно, я с огромным уважением отношусь к тем, кто пытается пойти в парламент и что-то сделать, но странные вещи происходят. То журналисты, которые пошли в парламент, говорят, ну мы как бы вроде бы с ними, но если что, мы тут сами, спасибо, надо сейчас в парламент прийти. Сейчас вторая группа молодых политиков заявляет, мы как бы типа с ними идем, там с Баткисиной еще кто-то, но у нас там типа свои интересы, я бы сразу на месте этих Баткисин и всех остальных партнеров. Ну подождите, ребята, так вы с нами или ради чего? А что это? 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 Все играть в красивую игру. Это очень комфортно. А игра в самом начале была неправильная. Знаете почему? Вот вы говорили, что вы с Мабедана пришли, а у вас нет поддержки. Да помолчи. Поддержки нет, так? А почему нет поддержки? Почему вы, Мусеи и другие по квоте Майдана, вам не... Да я не по квоте Майдана. Подождите, подождите. Ну хорошо, никто не защищает. Потому что все, кто был на Майдане, разбрелись по разным партиям. Надо было одну партию Майдана создать, новую, мощную партию. Сейчас революция, в революцию можно было как раз и такую партию делать. А каждый, каждый туда, туда просочились и прочее. И вас, подождите, секунду. И там вас схавают, переварят там вас со всех квартир. Единственная реформа, которая запустилась, реформа высшей осветы, запущена министром похворки Майдана. Единственная в этом уряде реформа. Я считаю, вы знаете, может, такое радикальное, я не радикал, но радикальное мнение, вы знаете, мне кажется, что нужно частично звать иностранцев правительства. Вы знаете, прибалты это сделали, грузины эти сделали. Нам нужно осознать, что мы на сегодняшний день не готовы бороться с коррупцией тотальной. Коррупция нас побеждает каждый день. И нам нужно признать это и сказать, ребята, вы знаете, у нас есть украинцы, живущие за границей, которые получили образование, которые имеют все навыки, знания и так далее. Мы этого сделать не можем, какого правительства вы мечтали. Мы тренера нанесем, что это не сыном. А я считаю, надо стране дать еще один шелк. И в этот парламент должно зайти 70% новых людей. И тогда, поверьте мне, будет все по-другому. Пока другая картина. 70% новых людей. Я напомню, 32 человека из днешнего парламента баллотируются в новый парламент. Треба прийняти приклад из Израиля. Там чисто сказано, який на себе, який, 78% украинцев, 78% в парламенте, все другие. Как в Израиле? Берем приклад из кращих, а не из гирших. И все. Тому, это подождите, пане Вадиме. Я же не радикана партия, не махайте руками, я же ответил. Справа в том, что, от когда мы говорим, что мы иноземцы можем заклеить, вы взагалі послушайте, это сидит людина, яка, ну, я не хочу ображать никого, но была нормальная людина, нормальным причином лисица, став лисица, розумієте? Тобто, от своего отмоглятися, свирит Петрович голосвастов. И закликаем иностранцев, давайте сюда. Но, извините, нам есть, наши люди выезжают, наши люди выезжают за кордон и будуют себе так. Нам нужно создать требования для Украинцев. Украинцев за кордону требует повернуть сюда, и здесь працюют в Украине. Поверніть, 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 украинцев за кордону сюда, поверніть, украинцев за кордону сюда, дайте им возможность працювати. Вы, в прошлом, икраинчик сказал. Дайте им возможность працювати. Дайте свои позиции, дайте им возможность. Вы же допируете всю владу, вы же не даете возможность и проработать. Вы же даете им возможность и проработать. И все, просто-напросто. Дайте позиции, идите, подпочиньте. Да, пожалуйста, пожалуйста. Сейчас за кордоном, так, украинцев больше 20 миллионов. Нам нужно молодым политикам, іншим, кто хочет помогать молодым политикам. Так, я також молода людина, яка мает свои бачения, яка мает певные цели, яка хочет делать певные реформи для страны. Чего досы не проголосованы? Я перепрошу, я перепрошу. Чему сегодня непроголосованный закон про антикоррупцию, закон про прокуратуру и инженную закону? Чего, например, вы принадлежите сегодня профессиональных тех, которые есть в Украине? Действительно, достойные профессионалы, которые не хотят идти в политику и в владу, заниматься этим бродом. Нужно, чтобы пришли новые люди, которые готовы себя отдать. Действительно, народу Украины, а не певным, каким-то олігархам и кланам. Понимаете? Мы уже это мали, снесли. Мы не будем строить новую клановую систему. Нужно бороться за Украину, потому что на сегодняшний день большинство народных депутатов Украины развидают Украину как бизнес-проект, а живут в Ницах, в Монако, в Лондоне. А не хочут жить на этой земле. Не хочут всю землю передать нашим начаткам. Такое, которое им досталось. Вена и так далее. В Москве живут. А нам траву землю для наших начатки передать. Вымушена. Нашу ритмую землю, украинскую. Ну, Алексей, в Шуфрич едет? В Шуфрич едет? Режиссерская група. В Шуфрич едет, мы его ждем и даже не уходим на рекламу. Поэтому зрители не переключают программу «Черная зеркалька». Так вы знаете, Алексей, вот заберите, пожалуйста, микрофон, если вам не трудно, у Борислава. Сзади вас сидит профессор Олег Стоскин, Национальную академию управления. По-моему, единственный человек, который почти не говорил сегодня. Один раз только что-то такое, было такое эмоциональное выступление в адрес Борислава Березы. Олег, давай. Дальше и ДЦ, а потом ДЦ. ДЦ дефолт. Отже, как раз те, кто прийдет в 26-м, борются сейчас все за места, они прийдут, как раз, когда будет уже дефолт. Это первое. Другое, я хотел бы почути, как вы будете на это реагировать, как вы решите вопросы. Другое, смотрите, скажем, ну вот есть керевник Нацбанка Гонтарева, да? Вона раздала за свои три месяца 23 миллиарда рефинансирования. И в этот же период, ну, это Яценюк, да? Он раздал, с Минфином, выдал ОВДП, понад 120 миллиардов гривен. А Гонтарева скуповывает эти ОВДП, хотя не имеет права этого делать. Таким чином, как вы будете это развантаживать? Фактически, золотых запасов нет. Гонтарева купила напрямую, продала НАК на автогазу 1,7 миллиарда долларов золотовалютных запасов. Золотовалютных запасов сейчас осталось где-то 14 миллиардов долларов. Это много или мало? Ну, это уже копирка. Это уже все. Крикодили летают, говорит, летают, но так низенько, низенько. Вот так Гонтарева летает, низенько, низенько. Значит, давайте вот скажите, будь ласка, может, Верховная Рада сьогодні, ее ж сгвалтували, да, коли Гонтарева призначили? Порошенко же сказав, я за ней відповідаю. Ну, треба вже відповідати, знімайте її негайно. Тому що вже нема, чим вам буде Верховній Раді зарплату навіть по 6 тисяч платить. Будете туалет обклеивать этой гривні. Вона никому не потрібна буде, как фантики. Олег Игоревич, извините, что я вас перебиваю. Вы просто уточните, вы ведь не баллотируетесь ни по какому списку. Никуда не баллотируйте. Я хочу, чтобы сразу все поняли, что он у нас в качестве эксперта. Он не представляет ту или иную партию. Абсолютно. Спасибо. Спасибо за уточнение. Наступный момент я хотел бы, чтобы мы с вами зрозумели. Дивіться, ну, все одно ж буде війна. Або буде Русь-Україна, або буде Російська Федерація. Не може Путін зупинитись на півдорозі. Ему нема куди зупинятись. Тому мы же с вами подошли до того, что проект посткоммунистической Украины, Республики, вичерпаний. Чому вы про это не говорите? Что нам нужно, как балтийские страны, как Польша, мабуть, говорить про то, как Франция сделала в свой час. Потрібно говорить, что мы есть спадкаемцы, правонаступники Украинской Народной Республики. Тогда мы назовем свои речи своими именами. Про то, что мы были в оккупации, что Украина была частью Российской империи, что эта логика не перерывалась, она остается. Что они забрали в нас сегодня 12% территории и 20% населения. Ось про это. Чему вы про это не говорите? Той парламент, который прийдет, вам же это удается решить. Шановные мои. Мы с реформами простыми разобраться не можем, а здесь такой геополитический класс огромный. Кто готов ответить? До речи, совсем сникла тема в продолжении темы Соскина. Совсем сникла тема радянских активов перерозподелок. Чому про это не напоминается? Ну тогда еще золото-полуботка можно вспомнить. Пане Олеже, не дали часу. Я знаю, что, мабуть, он погодится с нашей точки зрения, что мы вообще всю Украину маем перебудовывать. Мы маем помнить, что у нас есть певнично-схидный сусід. Своими поглядами на нашу территорию, не на нашу краю. Он нашей страны не видит. И мы, начиная от детей, от выхождения детей, и закинчивая экономикой, и не только экономикой, мы должны четко понимать, что мы, снова-таки, я, извините, чему-то сейчас возвращаюсь к Израилу, но мы, правда, мы должны жить постоянно, как живет Израиль, в оточении врагов. У нас, фактически, сейчас только захидный кордон. И то, и Угорщина, и Румуния, есть претензии до нас. Понимаете, мы живем в оточении тех стран, которые готовы, если мы слабы, слабы, выставить до нас претензии, как территориальные, так и любые другие. И поэтому мы должны стать сильными. И мы должны, например, я очень хотел, дорогие люди из Америки, задать вопрос. Как американцы, общество реагировало на то, что Америка отмолилась от выполнения Будапештского меморандума? Как гарантии, это впервые в мире, страна добровольно сдала ядерную оружие, и ей дали гарантии территориальной ценности, которые порушены? Александр Борисович, извините, а я хочу сразу вопрос вам задать. А что Америка должна была сделать? Не, не, мне цикава реакция была в Американском суспільстве. А что может уже право возвращать ядерную оружие? Но, смотрите, если мы, вот Свобода декларует, повернение ядерного статуса, полный замкнутый цикл. Я так думаю, что Американское суспільство моментально на это сравнивает. Тогда мы должны брать высокоточную оружие. Мы тогда должны сказать, хорошо, у нас нет ядерной оружии, но тогда помогайте нам. Александр Борисович, ну была бы у вас сейчас эта кнопка, вы бы ее нажали. Почему мы говорим? Ну было бы у вас сейчас в руках ядерное оружие, и что? Дуже просто. У Лукашенко 10 ракет, 10. Причем, которые из России кнопки запускаются. Но их не анексуют. Понимаете, что такое ядерное оружие? Это загроза свиту. И эта загроза является стримающим фактором. Значит, ну была бы Украина с этим оружием, вы бы нажали бы... Вы бы нажали бы... Вы бы нажали бы... Вы бы нажали бы... Свобода есть кнопка, вы ее нажимаете... Что? Свобода есть доступ кнопки, вы бы ее сбросили на Москву? Пан Александр. Не Россия бы не полезла бы. Понимаете, не полезла бы прямо. Вона бы поддерживала цепаратистов. Но не вводила войска. Мы реально перемагали. Ходит сколка Дмитрия. Понимаете? Знаю, что мы ничем не воспринимали. Но теперь половина Белоруси уже вступлена России. Понимаете, несмотря на ядерную оружие. Можно в ясность внести. Ну то было. Но есть режим нераспространения ядерного оружия. Глобальные игроки делают все, чтобы не было ядерного... Рассекалось. Никто не даст Украине. Ну забудьте. Так вот первое. Второе. Второе. Надо быть сильными. Ну как быть сильными? Мы не можем быть в осажденной крепости. Мы не Израиль. У нас не 8 миллионов, а 46. Послушай, 46 миллионов. И Израиль почему такой? Потому что мы штаты помогают. Израиль первое место по помощи американской. Для этого надо иметь еврейское лобби, украинское лобби в Конгрессе. Ребята, о чем вы говорите? Не будем мы мы Израилем? Египтом будем. А почему не Египтом? А почему не Натинская Америка? Где военные правят? Ну что? Это надо еще иметь еврейскую культуру, понимаете? Еврейскую идентичность. Надо изучать хорошо. Поэтому я еще раз хочу. Мы, наша сила в открытости должна быть. И Западу, и Востоку, и так далее. Мы должны быть не страной форпостом, а страной офшором. Деньги сюда поседут. В начале исторического мы ехалифорпостом. Нет! Нажать! Нажать! Нет! Надо не делать из себя форпостом. Не надо у себя крепость сделать. Так стало. Кремль не робит. Это Россия с нас портает. Не надо. Значит она попробует политику проводить. А я вам розуміти. А какая политика? Нас, Россия, снищите не может. Нам треба. Нам надо. Вимагать. Вимагать. Чёп, 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 чёп. Чёп, 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 чёп. Смарт-повер должна быть. Спасибо. Умная власть должна быть у нас. Спасибо. Сегодня Йом-Кипур. Годовщина войны. Справа в том, что Суспелька зобовьязана, что это вы нам допомогаете. Павел Борезо, можно я ведь поминь на протяжении? Сегодня судный день. Сегодня, по идее, надо попросить прощения и простить всех. Честно сказать, мне это тяжело сделать по отношению к тем людям, которые являются украинофобами. Но не могу. Я скажу несколько по-другому. Когда мы говорим о дефолте, когда мы говорим о том, что у нас на носу проблема, все забывают о ситуации, которая была в схожей ситуации Греция. Что сделали греки? Они ультимативно потребовали списание части долга. Почему это произошло? Потому что была действительно политическая воля самих греков, плюс понимание ситуации Европы. Европа понимает, что Украина не сможет отдать деньги. Европе не нужны дальнейшие проблемы экономические здесь. Для этого должно быть сильное правительство в Украине, которое бы защищало украинские интересы. И с помощью этого, с помощью лобби, которое Украина не использует, с помощью определенных экономических, политических и личных контактов мы можем добиваться списания долгов. И с помощью этого мы можем выйти из столь опасной зоны, которую говорил сейчас господин Соскин. Он прав, действительно. Но для этого надо использовать свое политическое влияние. Я согласен с вами, в первую очередь надо, но для этого надо желание. Политическое влияние. И самое главное, за все время, за последнее, давайте честно говорить, 7 месяцев все рассказывали о реформах. И первый, кто заговорил о реформах, это был министром ВД, он сказал, что надо жестко реформировать, переименовать милицию в полицию. Сущность останется та же. Разницы никакой не будет. То же самое и всем остальным. Даже смешно может получиться. Да. Не скажите, если посчитать, какие деньги будут потрачены на переименование, кто сам сядет на этих потоках, кто заработает на этом деньги, то будет не смешно. Это будет грустно, да. Согласен, согласен. Так вот, чему я хотел сказать, что, для начала, за 7 месяцев, дальше, чем разговоры о реформах, ничего не было. За 7 месяцев мы не увидели никаких фактов. И за 7 месяцев мы не увидели никаких разговоров с иностранными нашими партнерами, международными партнерами о списании долгов. Да, вот, кстати, хорошая тема. Польша списали, Греция списали, Португалия, Италия. Почему? А, коррупционному уряду не можно спешить. Так вот, почему я и говорю. Только, господа, только, Таталья. Только, если Европа и Америка увидят, что действительно началось реформирование. Только при этих условиях с нами будут разговаривать. И, иначе, вариантов нет. Спасибо. Но все равно надежда на писание долгов очень слабо. Вам не нужно никакого. Я как раз хочу ответить на ваше запитание, чему там США недостатньо робить, або не допомагает. Чему он не гарантировал, не выставил гарантов? Суспільство на те, что уряд не был гарантом нашей территориальной ценности. И если они хотят нам допомагать дальше, то не уряд. Я это вопрос задавала как раз международным экспертом. И что мне говорят эксперты из США и из Великобритании? Они мне говорят, что они не могут быть больше украинцами, чем мы сами. И не могут быть больше украинцами, чем наш президент и наша влада. То есть, когда они вводят санкции против России, мы санкции так и не ввели. Когда они, например, называют эту ситуацию войной, а мы, до сих пор, не называем эту ситуацию войной. Извините, пожалуйста, вы все заболтали и пропустили очень важный вопрос Олега Ивановича, нашего глубокоуважаемого профессора. Чему вы про это не говорите? Как вы зимовать эту страну? Как вы эту страну в зиму проведете? ...миллиардов до 14. Четырнадцать. Дуже просто. Знову таки, дуже просто. Мы декларовать одияты. Понимаете? Это не гасло. Нет, нет, смотрите. Это не гасло. Правда в том, что у нас есть все для того, чтобы начать действовать. Повторюсь, это можно называть гаслом, чем угодно. Но политическая воля. Вот сказали, мы завтра начнем. Або сегодня, або через минуту, або вчера. У нас нет. У нас нет. У нас есть просто желание. Я же скажу. У нас абсолютная декларация. Вот мы это изменили, это закрыли. Суть-то не поменялась. Система не изменилась. И действительно. И действительно. Поэтому. Свобода. Разом с ударом. Он сделал все для того, чтобы негально перебрати этот парламент. Потому что реально. Те люди, которые в нем были. Регионалы. Они вышли из партии регионов. Но партия регионов из них не вышла. Как каже Кошулинский. Понимаете? И они будут торпедовать все эти вещи. А очень просто. Обираем парламент. Обираем уряд. Призначаем. И жестко контролируем. Вариантов нет. Потому что нам знают. Тароль, закрой! Олигархи! Представим вам! Смотрите. Это очень просто. Або мы. Або мы. Або мы. Або мы. Або мы. Очень четко. Показываем. Что мы. Знаем, что делать. А не декларируем. Або мы. Тоди. Залишаемся. Голи. И боси. И уходим в зиму. И замерзаем. Вариантов нет. Но общество должно все это контролировать. Понимаете? Потому что это сметниковая люстрация. Почему она появилась? Потому что люди. Запись общества. Есть надея. А действий нет. Понимаете? И точно так будет в уряде. И в всем. Вот и все. Тут два варианта могут быть. Сейчас. Александра Владимировна. Я буквально два. Тут два варианта может быть. Либо мы. Переходим. На экономический режим тотальной свободы. Свободы предпринимательства. И тогда люди будут бегать не люстрировать по мусорникам. А будут работать. Зарабатывать деньги. Либо. Режим экономической диктатуры. Вот два варианта. Либо либерализовать политику открытых дверей. Занимайтесь бизнесом. Банки кредитуют. Малый бизнес. Совершенно демонополизация. Конкуренция. И ставка на средний бизнес. Либо режим экономической диктатуры. У нас два варианта. Все. А не мое ни того ни того. А вот что мы ведем. Вот что мы ведем. Жизнь. Если его сейчас не сделать. И ляжет система. А она может лягать. Это уже натуральный обмен. Это уже не можно. Не, не, не. Не надо. Не надо. Это все. Это фильмы 18-го года. Это уже натуральный обмен. Это петрограмма 18-го года. Ну, паня Александра. Ну, на Схидных областях сейчас же падает регулярно. Электрика падает. Да ну, ну. А едет к нам господин Сухин. Ведь все. Ну, вы знаете, вы знаете, что падает напргута. Зараз регулярно падает напргута. Наташа, вы правы. Как будет опаливаться? Вон в пациентном доме. Все правы. А на Троечнии до сих пор нет горячей водой. Это правда. Я серьезно верю, это правда. Это правда. Есть проблема по клещу в Запорожской и Христовской областях Угляни. Алексей, я... секундочку, я просто отвечаю на ваш вопрос. Вы спросили, едет ли к нам господин Шуфрич. Вот мне все время режиссеры обещают, что он едет, что мы его ждем. Может не выйдет, чтобы он появился? Это такой, знаете, как у Самуэля Беккета есть роман, знаменитый в ожидании года. Вот мы как герои этого романа. Я рад, что господа хуже знает, что думает господин Шуфрич. Схожая мысль. Верните же за власть. Вы сядьте, вы сядьте сначала научитесь, а потом я вам буду давать слово. Ветерская группа, ответьте мне, пожалуйста, едет ли к нам господин Шуфрич? Едет, едет, ждем. Едет, ждем, да. Едет, ждем. Представляете себе? Мы не джипеевцы. А что вы не еды? Что я наговорачиваю? Еще механизм. Зима, меня интересует зима. Зима, да. Меня интересует зима. Меня интересует то, что интересует простого зрителя. Еда, тепло в доме. Хорошо, вот я хочу господин Шуфрич послушать. Как насчет зимы? Касательно еды, я думаю, что мы будем обеспечены на 100%. То есть проблем с питанием у нас в стране не будет однозначно. Мы в этом году соберем достаточно хороший урожай. Он будет ниже, нежели прошлогодний. Это проделание 58-60 миллионов тонн зерновых и масличных культур в общей сложности. Поэтому, в принципе, переживать за то, что нам нечего будет есть зимой, я думаю, не стоит. Более того, сельское хозяйство, как я уже говорил ранее, займет однозначно первое место по экспорту основных культур. Поэтому это будет основной доход также наших валютных сбережений в стране. Я думаю, что в принципе переживать нет смысла. Конечно, очень много вопросов возникает касательно цен. Естественно, связанность с девальвацией, поднятием цен минимум до 10-15% зимой для продуктов питания нужно ожидать. Но в общей сложности я не вижу больших проблем. То есть мы перезимуем, нормально все будет, не переживайте. Не нужно паниковать, чтобы тормозить. А с топливой украшения? Сын там, но без горячей воды, да. Мы уходим на коронавскую политическую рекламу всего лишь несколько минут. И мы снова вернемся в эфир «Черного зеркала». Надеюсь, Шуфричем. Гадо. Который. Я тоже надеюсь. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 Я в принципе никогда никуда не убегаю. Второе. Я понимал, что сейчас прорываться с боем в медиа-центр при заблокированном лифте будет крайне невозможно. И это будет бой, в которой примут участие десятки людей с одной и с другой стороны. Представителей правых сил, назовем их так, по ориентации, было около ста человек. Мы не готовились, мы шли на встречу с журналистами, поэтому у нас было человек 7-8. Говорят, вроде бы пришло наших сторонников около 20-30 человек. Я принял решение. Я зашел в фойе, подчеркиваю, там господин Палец говорил, что я шел к нему, да он мне 200 лет не нужен. Я зашел в фойе администрации. А вы кому нужны? Я зашел в фойе администрации и пригласил туда журналистов. Подошли все, мы ожидали еще камеру Интера, кстати. Они где-то задержались. Они уже отъехали и ехали к нам. В это время ворвалось человек 30 человек, а нас было 6. И начали делать то, чтобы увидеть. У них было требование, чтобы я залез в этот мусорный ящик. Я сказал, что вы это сможете сделать, только убив меня или приведя в бессознательное состояние. Что они попытались сделать? Конечно, меня что поразило? Я перед этим предупредил, что все было по праву. Начальника областной милиции лично, оперативного дежурного поставили известно, что мы пресс-конференцию переносим в здание областной администрации. Дежурного милиционера. Мгновенно появился наряд, как положено, со щитами, с касками. И стояли в 5 метрах от меня и наблюдали, чем это закончится. И только когда вы не рассказываете, что кто-то вам дал опыт. Ваш режим убивал людей. Убивал. Понимаете? Сотни. И сейчас тысячи гинуть наших патриотов. Я сейчас про это поговорю. Я закончу сутки. Когда идете на зустріч, ваш режим убивал. А вы тут приходите и что-то рассказываете, что у вас хотели кинуть. А сейчас подивиться миниже. Пожалуйста, пусть он расскажет. А сейчас услышишь финал. Пусть он скажет. Нет. Когда мы вышли. Когда во время драки. Сядьте. Когда во время этой драки. Которая, к сожалению, учитывая, что их было шестеро на одного. Или семеро даже на одного. Как в этой пословице. Мы вытолкнулись из фойе на улицу. Тогда уже люди увидели, что происходит. И буквально вырвали меня из рук. В итоге Аваков с палицей перед вами извинились или нет? Вы знаете, мне, наверное, некорректно будет говорить, кто мне из действительно авторитетных людей, независимо от их политических взглядов, позвонил и выразил свою поддержку. Это были личные звонки некорректно. Два руководителя европейских государств позвонили мне лично. Два премьер-министров. Два премьер-министра. Четыре посла. А можете сказать, что... И это личные знакомые, поэтому, наверное, это будет некорректно. И, конечно же, были множественные звонки поддержки с Россией. Зараз я витковину на ваших... Подождите, а можно еще вопрос? А что... 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 А что значит... Сейчас, секундочку. Перед тем, как... Можно один вопрос? Как чувствует себя? Что с глазом? Ну, надеюсь, что все будет хорошо. Пока на 30%, как сказали врачи, надеемся, обойдется без операции. На 30% ухудшено зрение. И поэтому требуется глазу покой. Ну, вот вы не разглядели у нас господина Березу. Ну, попутал с Ярошем они говорят. Ну, хорошо. Сергей Ярош, вам слово. Нестор Петрович. Нестор Иванович. Я тоже попутал. Я извиняюсь. Нестор Петрович, это в большой переменке. А я Нестор Иванович. Ну, почти схожий. Особенно сейчас. Да, историки по образованию. Согласен. Нестор Иванович. Начнем издалека. Вы приехали на автобусе с тетушками. 22 человека. Видеокамеры, как внутренние, так и внешние, получается, вода существует, которую засняли. Это раз. Второе. Находились вы 12 минут в холле, даже администрации, не договорясь ни с кем о встрече. Вы находились там, непонятно зачем, с господином Скориком. Затем, да, действительно, вы вышли, и у вас начался конфликт с людьми, которые подъехали, и которых вы абсолютно не ждали. Я понимаю, что у вас был свой сценарий, по которому вы должны были стать жертвой. И вы не думали, что произойдет так, как произошло сейчас. Обратите внимание, я специально вас не перебивал, мне было интересно, что вы скажете. Вы же, по идее, верующий человек, и вы должны знать обращение к римлянам. Кто ты, человек, что думаешь избежать суд Божий? Так вот, в данный момент я считаю, что вы просто не учли то, что у Господа Бога свои планы насчет вас. Кроме этого, я могу вам сказать, что по деяниям твоим и воздастся тебе. И тот человек, который в Мукачево впервые использовал тетушек, встретился с народным гневом. Именно сейчас надеюсь. Вы, тот человек, который был 10 декабря на Майдане. Вы были 10 декабря на Майдане. Вы хохотали, когда менты и тетушки избивали людей. Это хорошо видно. Ханьба! 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 Вы были там. И на сегодняшний день вы даже ни разу не покаялись перед людьми. На сегодняшний день вы, один из тех людей, который голосовал за эти законы, вы не извинились. Вы не отозвали свою подпись. Более того, вы считаете себя правым. И вы будете считать дальше. Вы всю жизнь представляли из себя представителя той самой власти, бандитской власти, которая убивала на Майдане людей. И на сегодняшний день вдруг вы сотнулись, что оказывается вас не любят. Вас сильно не любят. Более того, не за что. А самое главное, вы вдруг увидели, что вы такой же, как и мы. И с плоти, и крови. И ваш значок, и депутатская неприкосновенность для народа не играет роли. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я не закончу. Последний праздник. Пожалуйста. То, что у вас была интересная задумка, которую вы не смогли реализовать в Одессе, показывает, что если вы хотите рассмешить Господа Бога, расскажите ему о своих планах на завтра. У вас был не очень хороший резюсер, плохая постановка, а самое главное, отвратительные актеры. Так вот, я хочу вам сказать, не играйте с украинским народом. Украинский народ показывает, что он сейчас переполнен эмоциями. Эти эмоции негативны. И вы должны, как человек, который должен... Ну, вы же умный человек, вы точно не царев. Вы можете проанализировать ситуацию, несмотря на то, что вы были из одной партии. Вы должны сделать вывод, что вас не хотят видеть в Одессе и в Одесской области. Посмотрите, люди... Да, вы жертва, я признаю, это было рукоприкладство. А в украинской политике кто-то... Но! Но! Но я хочу вам сказать одну главную вещь. Нестор Иванович, наверное, вам пора завязывать с политикой... И на пенсию. Я на вот эти... Первое. В следующий раз внимательно слушайте, о чем я говорю. Я сказал, ради того, чтобы избежать побоища в медиа-центре, который за 150-200 метров от областной администрации, я зашел в фойе... Так ехали, чтобы вы сходите в области. Я же не перебивал. Мы специально зашли в фойе администрации, чтобы встретиться там журналисты. Первое. Второе. Вот здесь у вас прокольчик. Я не приехал на этом автобусе, а я приехал на абсолютно другом автобусе. На маленьком ВИТО, и он стоял рядом. О каком автобусе вы, наверное, имеете в виду тот автобус, который подъехал, в котором я потом уже уехал, но в который автобус мы смогли запрыгнуть, в тот и уехали. Особенно там уже не выбирали. А приехал я абсолютно на другой машине. И это тоже ведет дотексировано. Но самое главное. Но самое главное. Это по поводу Одессы. А давайте проверим. Я как только с меня снимут повязку, поеду в Одессу. И мы увидим, как Одесса принимает человека, которого поддерживал 10 лет, и который 10 лет жизни отдал, отстаивая принципы, которыми живет Одесса. И вы приедете туда. Только не с автоматами, не с угрозами. Не бейте, не пугайте людей. Не запугивайте. А приедете спокойно. А приедете спокойно. Я вас попрошу. Теперь... Олег Евгеньевич, пожалуйста. Суну пришишки. Пожалуйста. Роль жертвы у вас получается неплохо. Но самое главное, если вы хотите... Успокойся, Росислав, я не жертва! Если вы хотите... Успокойся! А то тоже когда в Николаев заехал, потом в Херсон, в Киев... Росислав, Росислав, я никогда не позволю себя считать жертвой. Поэтому успокойся. Следующее, я отвечаю вам. А вы, а вы, а вы! А вы, а вы, а вы, а вы! А вы, а вы, а вы, а вы, а вы! Как вы, а 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 вы! Следующее, про 9-е и 10-е декабря. Лешар, стань и уйди, будь мужиком! Олег... Да дайте ему валерьянку в конце! Олег Игоревич, пожалуйста, станьте! Дайте дедушке валерьянку! Пожалуйста! Пожалуйста! Ты не полагаю! Ты расскажи, как ты в лаге отписал! Слушайте, ну, Господи, ваше мой... Речь не пролистал! Я свою диссертацию 9 часов зачитаю в Наталью. Да не ври! Не ври! Я вас очень прошу. Что ты вбрешь все время? Теперь, по поводу 9-го и 10-го декабря. Я так врать! Здесь нет никого из народа. Я был на Майдане. Есть депутаты Свободы. Он не даст, не даст себе, будь, сказать неправду. О, вот это вы тут! Где я был? Где я был? А вы закрылись! Где я был 9-го и 10-го грудня, когда мы стали между Беркутом и представниками опозиции, и за тот день никто не постраждал. Ответьте! Я не хочу показывать шрам, который я отримал, когда меня вместе с лидерами опозиции завалили милиционеры, а я стал между ними. Я скажу, почему мы тогда вышли. Потому что, когда произошел инцидент с студентами, Захарченко сказал, что ему нужна помощь Верховной Рады. Мы сказали, что мы должны разобраться, что было в ночь с 29 на 30 листопада. Но, если будет еще один случай, если вы выяснили, что Майдан – это мирная акция, то не дружите там людей. А если вы будете там проводить какие-то маневрования, то мы, депутаты, у которых вы просто допомогу, должны быть там и стоять между вами и опозиция. И у меня тут на ноге есть шрам, который я отримал, стоячи между вами и милицией. Так было такое? И это правда. Ну скажите. Так я же хочу. Я вам хочу напомнить, секундочку, перед историей, как там было. Вы действительно, помните, когда мы как раз стояли, разом с Кушулинским, до речи, с віце-спикером парламента, разом с Кайдою, разом с Юрком Серепіком, Батьковщина стояла. Головко, вы с той стороны, от милиции, яка разступилась, подошли, и действительно, мы начали с вами разговаривать, что ваши слова... Это было долго, я отвечаю. Ваши слова были такие, что, хлопцы, выйдите, бо зараз починеться, краще выйдить, бо папе треба проезд зробити, бо завтра приезжает, по-моему, Эштон, и треба показати, що він в полу. Так, господа, простите, ради Бога, мы сейчас... Мы сейчас... Одного жилого. Одного жилого. Это важно. Далее. Вилетает зліво Луганський Берд! Вилетает зліво Луганський Берд! Такий принцип, пример... Я починаю! И починаю! Всех! И починаю! И починаю! В сестри, пожалуйста! Алексей, послушайте, если такие депутаты, как вы, прийдут до влады, вот это мы получаем. Парламент у нас будет тут еще. Господа, Евгений, заканчиваем программу. Конец эфира. Господа, конец эфира, а то у нас сейчас здесь драка начнется. Извините. Господа, конец эфира. Продолжение следует...